внимание попрошу вас минуточку внимание хочу вам сказать что это видео стрим было записано случайно и абсолютно вот на ходу без подготовки без ничего мы вам приносим свои извинения то что в некоторых местах присутствовать не на мотивная лексика а также в некоторых местах присутствует плохой звук потому что мы не были готовы это у нас все в первый раз я в роли репортера беру интервью первый раз жизни и это сделано все ради победы украины мы это сделали чтобы люди знали правду прежде всего и вечная память всем нашим погибшим и слава нашим солдатам в силу они герои которые жизнью рискуют защищая нашу родину и наши жизни и всем огромное спасибо кто помогает украине чем может строго еще раз прошу не судите следующее видео будет лучше а также я хочу сказать ребятам большое спасибо которые сидят тут и тратят все свое время 24 часа в сутки объясняя людям которые пришедшие сюда ищут правду они тратят на это время свое здоровье свои нервы я считаю что страна должна знать своих героев их имена будут написаны в описании всем большое спасибо ну и наконец-то всем привет мы начинаем ребят все кто захочет задать вопросы пишите в личку я держу телефон в руках и от вашего имени и тема я зачитаю короче для всех маленький анонсик договорились по на сегодняшний ну что поехали давайте вам представлю человечка многие вчера кто здесь был увидели но вчера чтобы у нас было такое непонятно так что вам представить бойца в силу защитника нашей родины которые защищают украину свой дом землю свою семью вас нас и весь мир почему весь мир защищает потому что всем известна печальная история всем известна путин пошел дальше поэтому весь мир понял что путин не остановится у нас не остановится у нас в 14 14 году когда мир это схавал россия у нас отхапала крым весь мир про это промолчал что произошло дальше Луганск Донецк тоже мир на это промолчал не так отреагировал как надо и двадцать втором году 24 февраля всем известная печальная картина всем все известно путин пошел дальше поэтому весь мир понял что путин не остановится и надо его всем миром остановить поэтому сейчас весь мир смотрит на украину как они воюют и просто от нас всех хочу поблагодарить тебя защитника нашей родины и возьму на себя смелость что я говорю это от всех от имени нас всех большая тебе благодарность респект и уважение тебе за то что делаешь я знаю что из 24 февраля еще ни разу не был в ротации воюешь 24 я знаю что ты устал поэтому что мы себе себе представь себе пожалуйста сам чтобы люди знали кто ты если это тебе угрожает какая-то за информацию твоя безопасность конечно говорит как сам считаешь нужно что сказать в принципе обычный паренек обычный человек ничего особенного нету просто умею воевать умею держать в руках автомат немножечко другая психология меня по воспринятию военных действий по поводу всего того что происходит немного другое видение мира позывное имя и фамилию я не могу сказать к сожалению звание уговорил звание не такая секретная информация принципе за все данные которые могут знать расскажи нам как все началось где ты был в это время и был либо и был ли ты военный до того как до 24 февраля 23 числа в 10 часов ночи я начала в казарме и до этого я был военным я начал в казарме был на дежурстве и в 10 часов ночи мне поступает звонок нам подают команду тревога это не тренировочные реально напали на нас я поднимаю весь личный состав личный состав начинает вооружаться бронежилеты форма каски автоматы необходимое самое люди построились на центральном проходе все люди были готовы в принципе нам объявили что на нас действительно напала российская федерация это не учение хотя нас уверяли то войска которые под границей сейчас находятся на учениях вам ничего не угрожает все будет нормально нам официально российская федерация прислала телеграмму что нам ничего не угрожает это всего лишь учение после чего я вышел на улицу покурить и я заметил одну маленькую особенность у меня все небо сияло и смысле того что звезды а смысле того что эти звездочки маленькие как уже оказалось дроны они летали и там было не 7 не 10 штук их намного было больше это была колоссальная проверка местности было очень много дронов очень много дронов летали над нами очень много кто смотрел местность особенно военный объект над нами очень было много дронов дальше все произошло очень быстро люди все подготавливали занимали позиции кто-то где-то находился в 7 часов утра я позвонил родителям я сказал что я возможно уже больше не вернусь и не позвоню я сказал все самое приятное что хотел сказать что не досказал такую возможность не каждому дают поэтому я его пользовался в принципе и 730 у нас был отсчет отчет не смысле того 10 987 у нас был примерный план того сколько войск на нас идет на нас по 170 танков и у нас был такой отсчет по всей части танки 70 километров танки 60 километров и вот так вот это если честно очень сильно напрягает он очень сильно давит на тебя и учитывая тот фактор что у нас есть вооружение было только рпг и снаряды к нему и было не очень много расчетов мы вы просто эту колонну не вытянули на время принятия боя у нас погибло 300 человек первые дни войны это очень большая статистика люди просто не вывозили танки обстрелы мы просто не были готовы принять такой бой потому что это просто как фашисты напали в 4 часа утра дальнейшее продвижение вас отодвинули очень сильно мы объединились некоторыми подразделениями так как в каком месте было таком городе мы принимали бой самый первый в сумах украине было нато оружие и так далее где тогда все это уже это же утверждает россия если у вас было действительно говорят там за базы нато натовское вооружение я даже до войны не слышал за вот такую каску которая сейчас находится на мне даже не сна то что там какое-то натовское вооружение орудия спецовки я за это даже не слышал начнем с этого мы воевали тем что у нас было и первые 2 три месяца мы воевали своими силами и типа тонн или к Что было дальше? Я тебя перебил, извиняюсь. Дальше нас отодвинули аж под Киев. Мы объединились с 93-й бригадой. С 93-й бригадой мы шли на дальнейшее наступление. Мы их отодвигали, они начали отступать. Мы зашли в Бучу. Мы увидели все эти ужасы, которые там были. И дальнейшее продвижение пошло на Сумы. Мы отодвинули их аж под границы Сум. И дальнейшее продвижение после маленького передоха нашего под границей, Луна Харьков. Вот расскажи, и многие россияне тоже утверждают, что в Буче это все фейк, это все они сами построят. Ты можешь рассказать то, что ты видел, как ты зашел, с деталями? Да у меня есть фотографии. Ну я тебе верю, что есть фотографии. Я с удовольствием их потом посмотрю. Я не веду, ты зашел, вот вопечатление, что ты увидел вообще, вот своими глазами. Что ты лично видел. Я не хочу, если отмотать время назад, я могу каждого здесь погрузить. Просто закройте глаза и представьте себе картину. Вы сейчас военный, представьте себе город разрушенный. Представьте себе трупы на улицах, которые лежат просто гниют. Тобаки, кошки, также животные лежат. Если зайти на задний двор дома, там просто трупов лежит. Если зайти в здание одно и зайти в подвал, там было пыточное, в этой пыточной. И люди на стенах выкарабкивали, выцарапывали себе там молитвы. Боже спаси, сохрани, дай нам сил. Разно много. Много фраз было. И люди писали это на бетоне своими ногтями. То есть, это все еще раз, чего я тебя лично опять про это спросил. Потому что у россиян по ихним каналам конкретно, пропагандонским, у них вот эти все тезисы. Украине, НАТО, Буча, одна из них, это все фейк. Мы никого не убивали, мирное население мы не трогали. То есть, ты подтверждаешь, что ты все это видел со своими глазами. Это просто очень важно. Мы нашли в телефоне одного русского солдата видеозапись, как он бьет ребенка. Маленькую девочку. Обалдеть. Вот хотелось бы, чтобы об этом весь мир узнал. Он записывал, он поставил камеру перед собой, и он насиловал девочку и снимал это. Девочке было, блядь, на вид 4 года. Обалдеть, образ. Дальше, что было дальше? Вы были в Буча, потом вы куда вас бросили? Мне вот интересно, как был... Под Куншкою, до Куншкою. Дальше мы взяли маленький передох под границей, и в дальнейшем продвижении мы шли на Харьков. И из Харькова они так и отступали под нашим натиском и другие батальоны. То есть это не было их жест очередной доброй воли, или там еще что-то, это было конкретно... Они оттуда бежали? Они, когда увидели огромное направление войск, которое шло в их направлении, они это, наверное, заранее услышали, увидели. Я не знаю, что они сделали, но они отступать начали преждевременно нашего наступления. На позициях осталось не так много солдат, чтобы они давали нам отбор. Основную часть того, что они использовали, они вывезли, но те солдаты, которые там находились, некоторые солдаты были просто в неведении того, что они даже отступают. Это полная растерянность личного состава. То есть некоторые спали в блиндаже, некоторые спали в зданиях, просто кто-то там вообще хуй забил, где-то в магазине шарился. Это еще была зачистка по местности, так как многие солдаты просто разбрелись. То есть мы видели в телевизоре, в телеграм-каналах, во всех новостных порталах, мы видели, что они даже оттуда так бежали, что побросали свои личные вещи, паспорта, документы, где-то военную технику. То есть это еще раз подтверждает, что они оттуда не выходили, бежать в доброволе, а это они оттуда просто бежали так, что шпяпки сверкали, что они все... Я подозреваю, что тут про главенствующие командование узнала об этом заранее, и оно же первое и съебалось. А состав личный просто оставили, и они уже по домыслам каким-то своих командиров просто съебались. Хорошо. Расскажи нам правду про фронт, что сейчас происходит на фронте, и какая у вас конкретно боевая задача? Будет у нас контрнаступление? Что мы ждем, не ждем? Вообще, что происходит на фронте? Я на первый момент не могу сказать все целевые задачи, которые у нас есть. На данный момент мы удерживаем линию фронта, насколько это возможно, так как формируется гвардия наступления, которая в последствующее время будет помогать нам продвигать границы к нашим изначальным истокам, и также отбивать Крым. Есть такое формирование, кородах, она формируется с Национальной гвардией Украины, и остальных подразделений, которые хотят вступить в нее, а они будут идти прямиком на Крым и отбивать его. То есть сейчас у нас задача, это мы сидим, ждем, собираем это контрнаступление, и сейчас конкретная задача это удерживать позиции, которые есть, до контрнаступления. Я правильно понимаю? Да. Сроки, естественно, мы тут в эфире объявляем. Я не могу сказать. Да, я даже это не спрашиваю. Ну вот, а как ты думаешь, вот Россия об этом вот не знает, что у нас готовится к контрнаступлению, как ты думаешь, что они должны предпринять? В принципе, наш управитель посветил данный набор подразделений, я не знаю для чего, наверное, для большей масштабовности, то есть большего масштаба приема солдат, но я думаю, они подозревают об этом, и сейчас позиции, наверное, также они укрепляют. То есть ты не думаешь, что они могут контрактовать первыми, чтобы... Они не знают, когда будет сформирован батальон тот или иной, и когда он начнет действовать. Это и есть эффект неожиданности. Это может случиться завтра, послезавтра, сегодня, через час. Они не знают этого, поэтому они могут просто подрасслабиться. Они могут просто взять, там, а, блядь, какой, сказали-то, и сказали, хуй забили, блядь, а тут хуяк через час ебанет по ним, и начнется просто месиво. Твой прогноз. Вот я видел Подоляк пару месяцев назад, говорил, что буду передавать вам примет, примет из Крыма. То есть, как ты думаешь, это случится к лету или нет? К лету? Я даже не скажу, потому что, смотря на все ситуации фронта, Россия очень часто набирает солдат, без опыта ведения войны, очень часто набирают зэков. Это просто советское ведение тактики боя, мясом просто задавить солдат. Я не вижу в этом никакого смысла, потому что солдат для них, это расходный материал, просто кинул, и бать, сдох, ну и ладно. Это чистая советская тактика какая-то, захватить хотя бы 2 километра, попу 20 тысяч, 30 тысяч пойдет. Ну ладно, захватить 2 километра. Да, и скажи нам, пожалуйста, ситуацию вот всех интересует, вот что происходит в самом Бахмуте? В Бахмуте сейчас ребята очень сильно потеряли боевой дух, так как президент дал приказ не выходить из Бахмута, не сдавать город. Честно, целесообразности данного решения я не вижу, и целесообразности данного приказа, так как солдаты сейчас цепляются за клочок земли, который нам в принципе нет такой необходимости. Это не стратегически важная точка, не стратегически важный объект. Ребят просто сейчас могут взять в кольцо и сделать котел. То есть ты считаешь, что они должны оттуда выходить? Ну как ты думаешь, может там команда... Да, что ребята надо выйти, сравнять линию фронта, и в дальнейшем просто уже удерживать ту позицию, которую они займутся. Это будет более целесообразно. Может командование знает, что надо делать? Может это было то же самое, как и с Мариуполем? Пока герлы-азовцы держали Азовсталь, тем временем они сдерживали напор россиян по другим направлениям, то есть они не могли пойти, пока они не возьмут этот Мариуполь. Может сейчас в Бахмуте происходит то же самое? Они его держат, не берутся? Нет, может быть такое, что просто они удерживают этот город и начнется контрнаступление. Завтра, послезавтра, я же говорю. Возможно, все на данный момент, но я вижу свою тактику ведения боя и со своей высоты полета я не вижу целесообразности данного приказа. Хорошо. Хотелось бы, вот, ты вот нам вчера рассказывал про пленных. Правильно я помню? Вот лично вы, ваше подразделение, брали пленных, вы с ними общались, и если общались, то что они вот говорят вообще? За что они воюют? Есть некоторые виды пленных, есть адекватные, есть неадекватные. Есть, которые сами сдаются, есть, которых мы берем. На данный момент просто есть такие виды пленных, которые там за Россию, еще подобного плана воскрикивают что-то. Это, ну, неадекватный пленный, который на диалог не выйдет. Просто адекватный, он будет усолить свою тему, с этого толку не будет. А есть адекватные пленные, которые могут и пообщаться, и что-то рассказать, и нормально себя ведут, и не бунтуют, не плюются там, стараются ногами как-то зацепить. С такими можно пообщаться, таких можно и покормить нормально, и позаботиться о них. Пленных мы, по большей части, не пиздим, не убиваем там, не отрезаем хуй, яйца, как там говорят. Я не знаю, для чего эти паики, можно так сказать. Я так же видел видео, как военная Россия отрезает нашему солдату члены. Мы все это видели, да. Вот я хочу еще раз на тезис тоже, разбить все эти российские пропагандические тезисы. Вот расскажи конкретно с деталями, как вот относятся к российским пленам. Адекватно. Никто им ничего не режет, никто ничего не убивает, не пытает. Нет, они находятся, по большей части, у них каждое утро играет гимн Украины, это как у них подъем. Они поднимаются, наводят уборку, они поднимаются, наводят уборку за собой же, то есть не за солдатами, там другими, они за собой застилают кровать, делают контовку, все как в армии. Их кормят, они, если желают, то производят какую-то работу, если не желают, они находятся на расположении колонии, если они желают дать интервью, то приезжает человек, я думаю, все с ним знакомы, и снимают их на интервью. Товарищи, даже не товарищ, россияне, вы все слышали, что говорит боец из спецподразделения, ничего вам не угрожает, если вы увидите наше видео, вагнеровцы, просто простые военные, сдавайтесь в плен, и это сохранит вам жизнь, вам ничего в плену не угрожает. Мы продолжим дальше. Расскажи, вот люди спрашивают, сейчас мне вот написали, правда, я хотел отъехать все вопросы позже озвучить, но я смотрю, многим не уймется, поэтому я хочу зачитать, люди спрашивают, вот вам какая-то помощь нужна, у вас есть там любая помощь, мудирование, все ли вам хватает, оружие, экипировка и все остальное. Я повторюсь, я говорил это уже вчера, мы деньги, из целесообразности и всего, мы не принимаем деньги вообще, нам не важно, сколько, когда, почему, как, мы не принимаем деньги вообще. Если человек нам хочет помочь, во-первых, мы проверяем этого человека, во-вторых, мы берем от него только амуницию, то есть там каски, бронежилеты, плиты, обвесы, коллиматоры, не важно что, мы берем только сам материал, после чего, как нам прижимает материал, я строю солдат, солдаты выстраиваются в одну очередь, солдаты берут по коробке той, которую нам прислали, необходимые им вещи, я каждого солдата показываю с этой экипировкой, и если у человека есть такое подозрение, что мы что-то продаем, раздаем, как-то там еще какие-то махинации проворачиваем, человек может написать в любой момент, дня, ночь, секунды, минуты, часа, и я просто построю солдат, я покажу, что у этого находится, вот это вот амунирование, оно никуда не делось, оно находится при нем, он его использует. Смотри, тут сейчас люди в этом чате находятся из разных стран, не только в Украине, вот они уже пишут, как вы будете проверять, и как вам даже вот, как с вами там связаться, чтобы вам просто там экипировку, или еще что-то там. Побольше печальше сейчас мы принимаем помощь по факту того, с кем мы общались уже с начала войны, те люди, которые нам помогали до этого, и за ними не было замечено никаких косяков, там каких-то подъебов, мы недавно решились принять волонтерскую помощь, это был автомобиль, и спустя недели, две его использования, мы заметили в багажнике маячок. Этот человек просто сдал наши позиции, из-за чего у нас были огромнейшие проблемы, по нам очень часто работала арта, и очень часто просто прилетали минометные обстрелы. Просто человек сдал наши позиции, мы должны были перекапываться, перестраивать все позиции, это очень было... тяжко, если так сказать, можно. Хорошо, понятно. Если захочешь, конечно, в конце программы у тебя есть мои контакты, ты можешь мне присылать своих проверенных людей, я могу их связать с другими людьми, или... Если оно вам, конечно, надо, если нет, то... так будет. Если да, то я сообщу людям. Мы сейчас начали работать по другой схеме, немножечко приема помощи. Мы не принимаем волонтеров. Мы связались с Красным Крестом, мы с ним обговорили факт приема волонтерской помощи, Красный Крест оказался ехать на наши позиции, так как это слишком опасно для них, они рискуют. Они не хотят ехать на нашу территорию, и с этим всем мы приняли одно решение. У нас есть человек, который выезжает с определенного города, у него есть маршрур следования на наши позиции, человек просто высылает посылку в тот или иной город по пути следования, и человек забирает посылку и дает ее в МАЗ с БК, и нам везет на позиции. Это самое безопасное, предварительно проверяют все находящееся в посылке, вплоть до ниточки. На жучки, на все эти дела. Да. Ну это мы с тобой потом свяжемся, если что, будем дальше. Ты мне такие вот про пленных не рассказал. Брали ли вы пленных? Ты вчера рассказывал давно ДНРовцы. Да, брали пленных. И ты с ним до сих пор общаешься? Да, у меня есть человек пленный, бывший. Мы его обменяли, он с ДНР, и я с человеком общаюсь до сих пор по факту. А с какой серии ты прощаешься? Ну просто интересно. Человек понял, что он был неправ. Человек осознал всю несправедливость этой войны, он осознал, что он был неправ, человек адекватный. А в чем он был неправ? Он неправ был, что взял автомат и пошел воевать. Он мне так и сказал, если бы я знал, что так произойдет, я бы не брал автомат и не шел на вас. Я бы взял автомат и пошел воевать. Если бы он не попал в плен, например, он бы продолжал убивать дальше? Я думаю, что спустя время до него бы все равно дошло, так как человек озвучил мне такую фразу. Ему не платили за три месяца войны и накаждения в боевых действиях. А также человек потерял ногу, ему не выплатили лечение, не дали костыли, не дали никакого протеза. Человек просто по факту взял, повоевал, остался без ноги, пришел домой и все. А человека мобилизировали очень, честно, по-дебильному. Его забрали прямо с остановки. Тот же вечером мы дали автоматы формы и послали на фронт. Хорошо. По твоим словам, я понимаю, что человек как будто бы шел воевать за деньги. Вот ты говоришь, ему не платят за плату, он понял, что он был неправ. Он же, когда попал в Ампеллер, он же говорит, с какой целью он пошел. Я не думаю, что он шел туда только за деньги. Какие-то убеждения у него же были. Нацисты там... Нет, я положу, что им мобилизировали человека прямо с остановки. Он не хотел идти воевать. Ну, так это другое. Зарплата, это для него был как бонус хотя бы что-то потратить на себя, на лечение, на протез. Он просил эти деньги, и он сказал за них по факту того, что ему было необходимо лечение, мази, протезы. У человека нет ничего вообще. И мне его, честно, жалко. Этот человек... Я сон пошел на войну. Это человеческий фактор, и мне жалко оппонента, даже так скажем. Хорошо. А вот у СУ, например, какие зарплаты? У всех одинаковые? У разных разных, я знаю, кто на реке. 100 тысяч зарплата. Они платят ее каждый месяц, срок в срок, если что-то там задерживается, через день, через два, через три, или может немножечко раньше, оно все равно придет. То есть, задерживаясь небольшие, я правильно помню? Да, силовым воинам сейчас, на данный момент, урезали зарплату. Это именно боевые выплаты в 30 тысяч. Честно, так же не вижу с целесообразности данного решения, потому что солдаты будут ротировать нас, людей спиритка, и им не за что брать амуницию себе. То есть, та же каска, бронежилет, которые они могут сами себе купить, уже они не могут этого сделать. А надеяться на волонтеров, так же не каждый волонтер, захочет помочь людям, которые сейчас в тылу. Ну, целесообразность того, что он скажет, типа, вы в тылу, вы сидите, вы ничего не делаете. А эти люди просто могут взять и поехать на фронт буквально через неделю. Еще вот мы тут, как вчера тоже озвучили, мы тут все диванные войны, и тут заходят некоторые такие вот радикалы, которые просто слово слышат, что он россиянин, они начинают его, сам понимаешь, что с ним здесь в чате делать, и так далее. Вот я хочу от тебя узнать, вот ты как человек, который воюешь, которые, они тебя же, эти россияне, могут убить, вот как ты относишься к россиянам, белорусам, и, ну, ты понял мой вопрос. У тебя есть к ним ненависть, у тебя есть к ним какая-то ненависть, или... У меня нету ненависти ни к россиянам, ни к белорусам, это люди. Во-первых, прежде всего, это люди. Они не брали автомат в руки, они не стреляли в гражданских, они не виноваты в войне, в принципе. Да, государство напало, да, есть люди, которые взяли в руки автоматы, да, они пришли на эту землю, но в чем виноват тот человек, которому там, например, даже нет 18 лет? В принципе, если у него есть какая-то политическая точка зрения, я просто аргументирую так, что он не видел эту войну, он не знает, что здесь происходило, он видел эту войну лишь по интернету, а я видел эту войну по факту того, что у меня есть глаза, я все это целесообразно вижу вживую. И когда он со мной начинает спорить по каким-то там темам военным, еще что-то, я обычно говорю одну такую фразу, что, друг, ты эту войну видишь по интернету, а я вижу ее по факту. Ты споришь с первоисточником, который выкладывает в интернет эти информации. Вот мы тут в чатах, вот ты сейчас вот говорил за гражданских, я так понял, россиян, которые живут в России, не военных. Как ты так же относишься вот к военным, которые вот пришли в Украину и убивали? Есть малая доля тех военных, которые не хотят войны, и они просто обязаны идти воевать. Эти люди по большей части просто угрожают, или ты сядешь, или ты пойдешь воевать. Хорошо, а что страшнее, умереть или сесть в тюрьму? Страшнее умереть, конечно. Ты обрезаешься всю ту жизнь. Все, что у тебя было, все, что ты накопил, все для чего родители твои старались, на что они надеялись, на семью, детей. Все это просто обрезается резко. А в тюрьме, слушайте, ну я бы отсидел тебе 7 лет, я бы вышел, я бы построил дальше семью. Это лучше чего умереть. Не дает мне никакие 7 лет. Куда такая цифра? Не было объявления в войне. Больше не говорят. Не было объявления в войне для начала. Не было объявления в войне. А в войне объявления за все небо. Так чего он должен ехать на чужую землю и воевать там? Объявления в войне неба. Какой он может срок получить? Это все запугивание. Запугивание, которое работает успешно. К сожалению, 90 из них, больше процентов, едут в Украину за деньгами. Не за какую идеологию. Ему по барабану, что там какие-то нацисты, фашисты, мирные люди и так далее и тому подобное. К сожалению, они туда едут за деньгами. Больше ничем монтировать нельзя. Честно, разменять деньги на жизнь это не равноценный обмен. Слушай, я тоже надеялся, хоть у меня была маленькая надежда, последняя, что когда они объявят мобилизацию, то люди вот выйдут на улицы и начнут какой-то там путь устраивать. Но какие-то митинги этого не произошло. Это не все. Я больше не надеюсь. Потому что везде очень сильно тоталитарно установлена власть по принципу, если там кто-то хотя бы выйдет с листиком, его сразу заберут и упакуют. То есть там любое правосглашение за мир, нет войне, я не хочу воевать, я не хочу мобилизоваться. Это сразу идет в КПЗ. Тебя сажают и с тобой начинают агрессивную беседу. Вот я сам из Одессы и когда-то там до 14-го года там многие, ну всегда в Одессе говорили по-русски, я говорю по-русски, думал по-русски, мы всегда говорили по-русски. И никогда вот Одесса не было вот именно конкретно, что Одесса хочет в Россию, в русский мир. Одесса всегда, как бы себя называла, можно так сказать, просто как Одесса, отдельное государство. Но русский мир она никогда не хотела. После 14-го года остался вот маленький процентик, который еще там поддерживал какой-то русский мир за Россию, там конкретно их поддерживали. не к ним присоединиться, а просто их поддерживали. После 24-го февраля 22-го года их вообще вот осталось вообще вот пару процентиков. Никто не хочет. Кому нужен этот русский мир? Что у них лучше? У них Дубай там в стране или что? Вот что они могут? Вот они пришли, захватывают, убивают. Вот что они могут предложить взамен? Вот захватили, дальше что? Будет такой же бардак, как и у нас, только нас еще будут избивать дубинками, только они на Красной площади на Крещатике или еще где-то. Вот что эта Россия может предложить? У них мурманские, у них там не только мурманские, у них деревянные бараки еще со времен Второй мировой войны. Вот они пришли, эти захватчики захватывать, убивать, что они могут предложить? Ты не можешь мне рассказать? Я понимаю, что вопрос не в тебе, и в Мурманских. На данный момент Россия больше всего показывает свои достижения в плане тех городов, в которых они больше всего постарались, так скажем. Эти города больше всего населены депутатами и высшими чинами, которые преследуют цель нахапать побольше. А россиянам просто не показывают данную статистику и равняются по ней. А те города, те села, которые даже газом не обеспечены, они не освещают. Это делают больше те видеоблогеры, люди обычные, которые за то, чтобы люди увидели всю суть эту. Но доказать это им невозможно, просто там они скажут, типа, у нас таких пара городов, ты здесь не был, ты здесь не знаешь, вот я здесь живу, ты мне не неси чушь. В принципе, как-то там. Вот объясни мне, я понимаю, что ты военный, не политик, ты не политик, ты вот с политикой вообще дружишь, разбираешься в политике. По факту ведения войны, то, с чем мне пришлось столкнуться, я немножечко разобрался в этом, но по факту силы я не вникал в нее. Хорошо, ты можешь объяснить мне, почему Путин напал? Я не говорю, Россия, потому что это конкретно. Путин напал, и его прихвостники. Я могу саргументировать те данные, которые мы имеем, по факту того, что он думал, я же не могу сказать, я не он, я с ним рядом не общался. Но как ты считаешь? По факту тех данных, которые нам предоставили, они сказали, типа, если вы вступите в НАТО, НАТОвские базы будут рядом с нами, и данное расположение воинов, солдат и баз угрожает напрямую России. И если другие страны присоединились к НАТО, уже не имеют границу с НАТО, они это не берут под выход, и эта теория, как бы этот факт, который они предоставили, больше всего отпадают. Так же они не отпадают. В этом я спросил, твое мнение? Твоё мнение. У них НАТО на границах вон с 97-го года Лидва, и по большей территории. Они кричали, они пришли, их нет, и вы там кричали на Майдане, там, москаляку, нагеляку, все эти дела, грибы, комары, летающие, лаборатории, гуси, и все что угодно. Вот истинная причина какая? Это то, что они хотят захватить просто территорию? Я думаю, да. Честно, несообразность ведения войны я не вижу дальнейших. Я не вижу причины, по которой можно было напасть на соседнее государство, просто потому, что там какой-то человек что-то крикнул на Майдане. Полностью с тобой согласен. Это все отговорки. Вот за это вот мне не нравится, мне не этот Путин, ну не только за это мне нравится, мне нравится, что он бздливый хорек, иначе человек не может признаться. Вот вы прогнали нашего пророссийского президента в 2014 году, и вы решили уйти от нас, как бы Украина была с 1991 года независимой, но это все было в кавычках, но мы все равно зависели от России, от газа, от всех. Вот что Россия говорила, то наши все президенты и делают. Как только в 2014 году народ поднялся, его изгнал, пророссийского президента, Россия решила, ага, они тут собрались в Европу, Одессу якобы там строила Екатерина II, Российская империя, Николай от Херсон, мы не позволим, чтобы эти все города от нас ушли. Поэтому я считаю, что истинная причина именно конкретно из-за этого, что они не могут позволить, чтобы эти города, которые они считают своими, они хотят это все присоединить себе. Вот даже летом Путин выступал в Питерском каком-то там университете, нигде, он себе сидел, сравнивал с Петром, с Петей I, в общем, так скажу. Когда он воевал со Швецией, Петр I, это мы же не нападали, мы же не воевали, мы просто забрали свое. Вы видите разницу? Типа, вот такое вот он, все было тогда уже понятно. Они же не пошли нападать на западную Украину, которые якобы они там кричали москаляку на гелях. Они именно бомбят вот эти люди, которые, процентик маленький, остался в Украине, в той же Одессе, которые еще там где-то что-то поддерживают, там, русский мир, хотя их вообще, вообще мало их так осталось. Они вот что, вот эти вещи не понимают, что этот русский мир пришел убивать русский мир. Они же убивают русскоговорящие население, но при этом объединили в этом Украину. И это был один из тезисов, что они себя оправдывали в этой всей чепухой. Понимаешь, что это? Я помню. Понимаю, но так же эти люди, которые остались поддерживать русский мир, это больше людей. Их очень мало осталось. Да. Это люди советской еще власти, которые родились при СССР, и для них это что-то охуенное, что-то классное, что-то, к чему они могут вернуться назад, их детство. Ну, такого плана, я считаю, это больше психологическое. Вот у нас спрашивают с них на им это норма. Он хочет задать вопрос, какое отношение к новоприбывшим солдатам со стороны тех, кто находится на фронте с 24 февраля? Наверное, намекает. Дедовщина. Мы стараемся им помочь, мы стараемся их научить, потому что люди не привыкли к ведению войны, они не имеют какого-либо понятия, они заряжены патриотически, у них силы полно, у них воли полно. Мы стараемся их научить, мы стараемся их показать. Вот это вот, знаете, отношение больше, как у папы к сыну, который старается чего-то наставить, показать, куда, что надо. Вот это делать не надо, вот так вот лучше сделать. Вот там вот не высовывайся, вот смотри, вот прицел надо немного подкалибровать, вот там коллиматор у тебя неправильно настроен. Форму лучше купить вот такую, вот потому что вот это вот плохо. По своему опыту мы стараемся их научить немножечко большему, чем они представляют себе. Для них вооружение, там, это все, что вот видно, вот это вот все классно, вот это все надо. Нет, также у вооружения и снаряжения есть классы, там, определенные. И какое-то снаряжение, это просто, ну, никто не стоящая ткань, а какое-то снаряжение, это действительно то, что можно носить, то, что можно использовать. Ну, вот как-то так. Андрей, три семерки хочет у тебя спросить, как ты относишься к Арестовичу? Арестовичу? Человек по началу войны выполнял, наверное, функцию успокоения, просто успокаивал народ. По факту всего мы, военные, понимали, что это полный пиздеж. На данный момент человек просто старается удержать какие-то свои позиции, какого-то человека обещателя, кто-то больше показать, рассказать, но у него это уже не выходит и где-то он делает ошибки, причем серьезные. Очень, и давно мы делали лечение. Да, мы знаем про огне, про ракету, ты к нему вообще вот относишься как конкретно к военному эксперту, который он сидел оппозиционировал. Для меня это гражданский человек, который делает какие-то предположения. То есть все, что он бы не сказал для тебя роли не играть. Иди я обращал не обнимания как такового. Вообще, я не считаю его, я не смотрю его. Вообще. Я с тобой тоже здесь в этом вопросе соглашусь. Ревтович, как бы его люди не обзывали, не буду говорить другие слова, он в начале войны, даже мне и всем таким, как я, очень сильно помогал в плане того, что он реально всех успокаивал. Послушали первые пару месяцев Ревтовича. Я считаю, что когда в стране был хаос, война, когда никто не знал, что это будет и что надо делать, Аристоевич очень хорошо вот этим людям помог. Поэтому я не знаю, за что у него такой хейт пошел. Я считаю, что он сделал в начале войны очень большое сделать. И еще один вопросик. Пересекались ли вы, ты лично с белорусскими военными? И как ты, если да, и как ты оцениваешь их умения, навыки? Мы пересекались с русскими, которые одевали белорусскую форму. Они брали форму Белоруссии, их шевроны, их флаги, и они переодевались и наступали под видом белорусов. То есть они делали провокацию, чтобы Украина напала там? Да, скорее всего была больше провокация на то, что в Белоруссии мы признали, что она вступила в войну, мы признали, что она содействует напрямую солдатами, вооружению, техниками. И на данный момент они до сих пор пытаются сделать такие провокации, но их уже намного меньше. А пересекался ли ты именно с белорусским легионом, как его назвать, который воевает на стороне Украины? На стороне Украины? Нет, на данный момент я не пересекался с ними. Я знаю о них, я наслышал о них, но на данный момент я не пересекался с ними. И вот всем людям объясни, просто всем такие люди, пока мы сами это не прочувствуем, к сожалению, мы такие люди, не только народ, а просто люди, мы это пока сами не прочувствуем, мы не поймем. Попиши нам свое состояние с 24 этого в феврале ты воюешь и ни разу не было до данного момента. Ну, вообще, как тебе живется, где ты моешься, что ты кушаешь, когда ты переодеваешься, где ты спишь. Вот люди должны это прочувствовать, что такое, они тут в чате воюют, оскорбляют друг другу, пока человек спит в холодной земле, в яме, в воде, в грязи и во всех этих делах. Я могу дать одно такое маленькое сравнение, я думаю, оно опишет всю мою войну. По началу войны мы заняли здание, мы там находились месяц где-то, я могу дать одну маленькую историю, которая там находилась, мы не переодевались вообще, то есть, возьмите всю одежду, которая сейчас на вас есть, вы эту одежду не снимаете месяц вообще. Эта одежда на вас находится, вы с ней спите, вы спите большей части в бронежилете с автоматом в обнимочку. Когда я снял после месяца ношения форму, она вся очень воняла, она была жирная, грязная и все знают, что у военных есть жетоны, есть металлический жетон, там написано кодировка твоя, подразделение, это все скрыто цифрами и под этим жетоном у меня был гной, у меня начала гнить кожа, то есть, там выскочили прыщи, они начали гноиться, из-за того, что постоянно находился в треющей одежде, у меня начала просто гнить кожа, я заживо гнил, как бы это ни было прискорбно и обидно, у меня до сих пор есть проблемы с кожей, то есть, некоторые участки моего тела покрыты темными пятнами, это не такой большой, конечно, минус, но у меня есть маленькие точки на теле, которые до сих пор заметны, и это все уже надо будет лечить по концу войны. душ, который мы используем в последующие моменты, это одноразовый душ, это маленький пакетик, в нем находится губка и одноразовое полотенце, туда заливается 50 миллилитров воды, вы раздеваетесь до трусов, вы обмываете полностью все тело, губка это, просто обтираете пеной, по факту говоря, и стираете все это одноразовым полотенцем. Понимаете, как вот люди воюют, а мы тут диванные войска в чате ругаемся друг с другом, а у человека, которого эти же россияне могут убить, он к ним относится адекватно, различает, не радикально, я вас всех к этому же самому призываю, не надо быть радикалом, нужно понимать, где хороший, а где плохой человек, и неважно какой он национальности, так как вопрос тебе от Надин, это был блок-аут первый, я извиняюсь, Надин, подожди, секундочку, вопрос тебе от блок-аута, он тебя спрашивает, какой у тебя автомат и чем он обвешенный? Одну секунду, автомат у меня обычный, автомат Калашникова, на нем находится коллиматорный прицел нового типа, самый стандартный, очень удобная вещь, также на нем находятся планки Пикатинни, устройство для руки, также там есть сошки, они выдвигаются по обычному нажатию руки, также они легко задвигаются, по факту по факту всего также тут есть приклад, приклад для большей степени коллиматорного прицела, тут двигается под щеку, коллиматор немного находится выше оси, через которую царится человек, я отойду секунду. Пока у нас реклама на паузе, он говорит по рации, микрофон выключил, ребята, пишите вопросы, я не имею программ-какал, я все стараюсь читать и задавать, если у вас есть какие-то вопросики, пишите, не стесняйтесь, каждый вопрос стоит ничего, поэтому не переживайте, оплату с вас никто не вызвал. Все, ты вернулся? Значит, ты с нами или нет? Говорит, пока что нет. Окей, я понял. Я говорю, продолжим тему, пока его нету, говорить про этих радикалов, которые находятся, не буду говорить в каком чате и вообще по стране, и не только в стране, а в телевизорах, и так далее, это очень все плохо. Радиостанция выходит на наушники, когда я прикладываю наушники, значит, я говорю с непосредственным командованием. у меня есть связь дополнительная, она выходит на провода, провода идут сзади. Вот, я продолжу тему приклад под щеку, специальное крепление, также приклад складной, это не АКС, это огромный плюс для меня в здании, оно просто спасает нереально. Просто нажимается кнопочка, приклад складывается полностью, и у тебя идет как АКС, также этот приклад легко раскладывается, просто тянется вверх, и приклад раскладывается полностью. Вопросик, начать для плеча, чтобы не так сильно давала отдача в плечу. Скажение о экипировке, там, и все это оружие, что западом поставляет, это хватает сейчас, или все равно люди покупают свое? Если у человека есть желание использовать натовское вооружение, он его использует. Если у человека нет желания использовать натовское вооружение, он использует свое стандартное, это в большей части автомат Калашникова. Если он хочет использовать М4А4, он использует М4А4. Для меня привычно бегать с автоматом Калашникова, я знаю его строение, если чуть-чуть что где-то заклинить, я имею полное сознание, как его разобрать, как его подчинить, для меня это не составит проблем. Поэтому я в большей степени полагаюсь на автомат Калашникова, в большей степени я его снаряжаю, в большей степени его вооруживаю. Хорошо, следующий вопросик, вопрос анонимно. как оценишь националистов на фазе войны с 24 февраля, Карась или Стерненко? Повтори вопрос, ты пролагал у меня очень сильный, я так и не услышал. Вопрос задали анонимно. Как оценишь националистов на фазе войны с 24 февраля, Карась или Стерненко? Если ты не знаешь, кто это такие, то мы это пропустим. Как я оценю я скажу очень просто, очень сильно воодушевились тем национализмом, который у нас есть, очень сильно воодушевились патриотизмом и в последующей степени использовали его. Ты правша или левша? Это все тоже задает вопрос, который задал я правша, я правша, если у меня есть потребность использовать левую руку, я также могу взять, переложить автомат или мя нету, никакой сложности в этом. Я понял. Где были еще вопросики? Какая основная движущая, задаете вопрос демократы, какая основная движущая сила или идея война ВСУ? Является ли тезис Украина ходат УСЕ? Я на этот вопрос давал уже ответ вчера и дам ответ на него еще раз знаете, когда ко мне подходит ребенок, он протягивает мне рисунок, на этом рисунке просто криво, косо, некрасиво, несимметрично, нарисован просто солдатик, танчик, горящий, флаг какой-то, слова какие-то криво, косо, написанные, неграмотно, с какими-то ошибками, но ребенок это сделал от всей души и ребенок надеется на меня солдата так же как я когда-то в 14 году сидел за партой и надеялся на то, что какой-то солдат поможет мне, я так же писал листики, я так же делал там вот эти сеточки маскировочные, я был в этой ситуации, я знаю каково это, и солдат надеется на меня, что я не брошу автомат, что я не сложу ружья, не скажу то, он у меня заебало все, я ебал его все, ну и вон нахуй, нет, он надеет, что я буду стоять до последнего, до последней капли своей крови и своих сил, так же и женщины, и дети, и мужчины, которые еще не достигли совершеннолетия, я не скажу за других мужчин, которые просто боятся наверное идти на фронт, потому что я тоже таких встречал, говорят, мне дорога моя жопа, мне дорога твоя жизнь, я не хочу идти воевать, сидите там сами, я вас туда не посылал, вы сами во всем виноваты, таких я не понимаю, я не скажу ничего по этому поводу, это выбор каждого, если честно, ну, я сюда шел из принципа того, что на меня надеются люди. Еще очень важный вопрос, девушка тоже спрашивает Дмитрина, как военные относятся к украинцам, которые продолжают жить, жить, как жили там довольные, они продолжают ходить кафе, то-то в бары, то-то на дискотеке, там, так далее, как вы вот военные относитесь вот к таким людям? В глубине души это обидно, у меня, если честно, в глубине души там где-то за сердцем очень сильно давит, это что, я начну без такой ситуации, я тоже хотел там пиццу, поесть, суши, тоже хотел на дискотеку сходить, с девочкой посидеть, я тоже для того хотел, но я также понимаю, тоже у меня есть моральное понятие того, что людям это необходимо, люди хотят этого, люди также жили и живут так, почему бы и нет? Если у них есть на это возможность, желание, если они хотят сходить проветриться, почему бы и нет? то есть ты понимаешь, что люди вот эти вот должны быть благодарны за то, что вы даете им такой шанс, за то, что вы воюете, их защищаете, вы даете им вот это вот время, что они могут спокойно ходить, гулять и защищать. у меня раньше была такая перспектива говорить вот так вот, мне должны, мы должны там воевать, вы должны нам быть благодарны, но нет, у меня сейчас такого нету, у меня пришло осознание, никто нам ничего не должен, те люди, которые выражают свою благодарность, это лично от них, они хотят это сказать, но я никого не буду составлять, требовать, и после войны есть у военных такая маленькая травма, они испытывают недостаток того внимания, которое они получали до этого. Я сразу себя морально подготавливаю к тому, что после войны я просто одену гражданскую одежду, и меня никто не узнает, никто не скажет, вот он воевал, вот он герой, у него есть медали и не одна, никто этого не заметит и не скажет, эта история просто уйдет со мной, где-то за плечами она будет за мной следить, идти за мной, просто когда-то сяду вот так вот рядом с компанией, выпьем, я расскажу им просто то, что они хотят узнать и надеюсь, люди не воспримут меня как какого-то неадекватного, а просто посидят и пообщаются со мной. Я понял. Так, девушка Анастасия из Израиля спрашивает у тебя вопросик, чтобы я у тебя спросил про Женевскую конвенцию. Некоторые утверждают, что они дают видео по дулам автомата или просто по принуждению. как ты это прокомментируешь? Мы наставляем автомат, имейте в виду? Ну, она имеет в виду, что когда там, к примеру, Золкин там дает какое-то интервью с пленами, потом в России кричат, что это они все сделаны по дулам автомата, что их заставляют или еще что-то. так как у вас были там плены, ты сам знаешь, как это все происходит, поэтому она вот хочет знать и задала вот тебе такой вот вопросик. Если ты не понял, я могу тебе повторить. Я понял вопрос, я думаю, просто как формировать ответ. Мы никого не заставляем ни о чем говорить и что-либо делать. это противочеловечный. Как можно вообще взять, наставить автоматно гражданского человека без оружия и о чем-то заставлять его? Как это нечеловечно, это ненормально, это неэтично. Как можно взять, наставить ты человек с оружием, у тебя есть обязательство, у тебя есть военная честь, как можно взять, наставить автоматно гражданского человека и что-то заставлять его делать? Это просто фашизм, это терроризм, это какое-то неадекватное Вопрос был задан, ответ был получен, все понятно, твоя позиция понятна, не соглашусь. Девочка хорошая, Ди, тебе спрашивают, как относишься к тому, что Украина говорит открыто, сколько и какое оружие нам дают другие страны? Не лучше ли не объявлять, что враг не был в курсе? Вы будете получать информацию спустя какое-то время, мы не говорим по факту поставки, то есть вы получили там информацию, что леопарды к нам едут, они уже у нас есть, они уже находятся у нас, вы просто получили информацию, что они только едут. Это сделано для того, чтобы Россия не нанесла удара по тем движущим структурам, которые продвигают поставку вооружения и тем путям следования. Есть один огромный минус, гражданские сливают данные в интернет, когда они видят передвижение этой техники и государству приходится иногда вылаживать данные чуть-чуть раньше, чем они планировали. Ребята, маленький анонсик, пожалуйста, не пишите мне в личку всякий бред, все, что не касается вопросов. Все, что касается не вопросов, пишите мне после эфира. Сейчас конкретно, потому что у меня телефон тут с ума сходит, каждую секунду кто-то мне что-то пишет. Пишите, пожалуйста, вопросы и все. Товарищи россияне, которые там тоже пишут гадости, пишите мне тоже гадости после эфира. Большое спасибо. А сейчас только вопрос-ответ. Всех благодарствую заранее. Так, вопрос. Вот Артем, Артем. Сами военные кого смотрят, сводки кого, чтобы узнать новости по фронту? Не все же знают обстановку и хотят узнать с других источников. Откуда вы берете информацию? Вам командование говорите? Еще какие-то новостные у вас каналы есть? У нас есть сводка оперативных данных, которая передается через наши информационные источники. По большей части это радиостанции и наши специальные каналы связи, которые используем только мы, военные. Если вы имеете за гражданское, что я использую, у меня есть такая программа, ПРМОГО. Она освещает всю контрольную территорию, всю заплаченную территорию. У нас у военных есть немного подобие этой программы, только там немного личная информация контактная. Там освещены батальоны, подразделения, которые используются. Это немножечко по-другому все выглядит, но в плане этого чуть-чуть похоже. Человек мне тут с ником V или B по-английски написал недавно, но я его не зачитывал этот вопрос, потому что я думал, что это неинтересно, но это не в тему. Он мне его перевер, добавил к нему, сделал добавочку, поэтому я считаю, что я должен его задать. Он тебя спрашивает, что вы знаете про сланцевый газ. Он меня дополнил, что это очень важный вопрос, и он считает, его мнение, он считает, что это и есть причина войны. Сланцевый газ. Да я не слышал, чтобы русские вообще за него заикались и как-то говорили, что он им необходим. Понятно, проехали. Следующий вопрос от Лука или Лука, не знаю, как правильно, простите, если что. В вопросе, как ваше отношение к иностранным добровольцам и как вы себе объясняете их мотивацию? Отношение к ним адекватное. В большей степени они знают чуть-чуть больше, чем мы. Чему-то мы учимся у них, чему-то они у нас. А мотивация обычная. Человек принял сторону, которую он считает правдивой. Он видит правду за этой стороной, он видит мотивацию в этом, он понимает, что дальнейшее продвижение поиска Российской Федерации – это опасно. И он просто принял решение идти воевать с этим продвижением на ранней стадии. То есть ты считаешь, что они воюют за правду, так как, опять же, другая сторона противник кричит на всех каналах, что это наемники. Ты считаешь их наемниками или нет? Или они чисто добровольцы, которые за правду пришли помогать Украине? Им не платят там какие-то дополнительные деньги, им платят точно так же, как и нам. Возможно, они что-то получают еще за счет своего контракта в своем государстве, но это уже лично их дело, потому что они с другой стороны. То есть ты считаешь, что они не наемники, а не добровольцы, которые воюют за правду? Это добровольные воины, это добровольные солдаты, которые пошли воевать. После поражения Российской Федерации, как вы думаете, как будет судьба самой России и ее соседей, в том числе, кого она окупирует? Это будет больше продвижение не в нашу сторону, это будет больше притеснение народов, которые уже подверглись смешательству со стороны Российской Федерации. Российскую Федерацию масса будут притеснять по экономическому плану, и на международном рынке ее также будут не признавать. Страна не будет востребована в принципе, она будет взаимоотношения держать только с теми странами, которые уже были до этого. Если же Россия полностью подвергнется прессингу, она будет заявлять, я чувствую, что она этого не хотела, никто в этом не виноват, сделает козло подпущения, и на этом будет стараться выехать с этой ситуации. Что задает еще вопрос Анастасия? Что по поводу тех ракет, что сегодня летели через Молдову? Еще от себя добавлю, ее вопрос дополню, то есть это непонятный вопрос. Вот наш генерал Залужный объявил, что ракеты пролетели над Румынией. Румыния сегодня опровергла этот тезис, сказала, что они не летели над Румынией, а они летели в 35 километров от. Как ты считаешь, Залужный был прав, или это просто, опять же, Румыния и страны Запада боятся это признать, а не просто вот это вот отмалчиваются? Что тебе известно по поводу тех ракет? Это вылетели над Румынией или нет? Нет, по этим новостям мы не получили, данных мы еще не исследовали, мы еще даже не получили эту информацию, как целиком ее изнутри. Мы еще просто можем догадываться, что спустя какое-то время нам дадут полную сводку данных, через которую я уже могу что-то судить. На данный момент просто нам не предоставили никаких данных по этим вопросам. Хорошо, еще Артем. Артем спрашивает, у военных не складывается ли ощущение, что наши западные партнеры очень медлят с поставками нужного нам вооружения? Как это на них сказывается, на боевой дух? Как это на вас сказывается, на ваш боевой дух и на все? Ты считаешь, что они медлят или что они что-то не доделают, не договаривают? Они просто могли отвернуться и нихуя не давать, просто сказать, ебитесь сами, ребята, это ваша война. Люди не бросили это дело, люди начали помогать, люди начали верить в нас. Я скажу просто, люди просто ждали, повернулись к нам лицом и протянули руку помощи. И говорить, что они что-то там замедляют, что-то не додают, это уже как бы низко. У тебя есть какая-то история реальная из жизни? Вот твоя самая вот ужасная, самый твой ужасный день с 24 февраля. Что ты испытал, что ты видел? Расскажи нам какую-то одну из... Мне больше всего напомнилась ситуация, когда мы были в здании, мы были под обстрелами активными, и чувак подорвался на минея, которая была на гравированной дороге. Человека привезли, до ним была лужица крови, человек был накрытый на носилках. Я единственный выбежал, который мог оказать какую-либо помощь, потому что мы находились рядом с больницей, я послал ребят за капельницами и необходимыми инструментами. Я смотрю, у него вроде бы раненый только подбородок, и просто не понимаю, откуда столько крови, и я открываю нижнюю часть, мне говорят, у него там с ногами проблемы. А я смотрю, ноги вроде на месте, все нормально. Я открываю, а у него ноги просто привязаны. Я отхожу, спрашиваю, типа, а зачем? Для чего просто привязали ноги рядом? Типа, ног нет уже, они оторваны. Они обусловились тем, что человек потерял бы сознание, если бы они это не сделали, просто он еще не осознал то, что он без ног. Человеку очень хотелось пить, но по военной тактике и методике вообще, и по военной медицине, человеку нельзя пить, давать, когда он ранен. Потому что человек начнет рыгать. У него начнется работать рефлекс, и он начнет рыгать. Я просто дал солдату одно задание, я взял ватку, дали воду, и он просто смачивал ему губы. Таким образом он потреблял воду в малых количествах, через которые у него, ну, не мог начать сработать рефлекс, но он приглушал потребление воды. Также мы ему быстро надели турникеты на ноги, постелили, как это называется, термоодеяло, вот это желто-серое. Мы постелили под него и над него, ему постоянно не хватало что-то под спиной. Также в этот момент, когда я ему указывал первую помощь, ему позвонила жена, и он говорит, возьми трубку. Я просто понимаю, что мне нечего сказать этой женщине. Я просто не в сознании буду сказать этой женщине, что его муж и ее муж на данный момент просто ранены и без ног. Для меня просто, ну, мне смелости бы не хватило это сделать. В последующий момент приехал его непосредственный командир, я дал ему трубку, он уже с ней разговаривал. Мы наложили ему жгуты, поставили капельницу, его отогрели, человек уже приходил в сознание, в себя, он более адекватно мыслил, более рационально. Человек начал быть не бледным, у него не были синие губы, он начал более быть телесного цвета, губы краснели. Через час приехала скорая помощь, его увезли. Это самый жуткий момент, когда я просто не знал, что делать, потому что позвонила жена, человек без ног, он этого не знал, и за ним была лужица крови, он очень много потерял крови на пути к нам. Нет, жуткая история. Еще хочу тебя спросить тоже один из важных вопросов, которые всех это интересует, как одну сторону, так и другую сторону конфликта. Вот у нас есть цифра, к примеру, 130 тысяч человек убитыми с российской стороны. Как считаются эти убитые тела, или вообще как это происходит, и откуда вообще такая вот цифра? По большей части эта статистика предоставляется с военных билетов, которые поднимаются с трупов. То есть есть военный билет, по факту предоставляется труп, все. Если военного билета не обнаруживается в человеке, то есть просто берется, сделается фотография, вот такой человек умер, вот он, вот рядом с отечественником, вот столько военных билетов собрано было, вот эти трупы. Если нету возможности просто подойти к позициям, где лежат трупы, по факту всего дела берется главенствующее командование, оно уже сообщает от своего лица и подкрепляет своим званием. Это уже экстренная ситуация, но если нету возможности, а надо дать данные, то он, рискуя своим званием, дает эти данные. Если будет возможность подойти к этим позициям и взять военные билеты, то он дает эти военные билеты на Киев уже, они там подтверждают. По большей части идет статистика так. То есть она не идет с воздуха, там, блять, солдат взял, подошел. Я убил 30 человек, давайте мне героя. Нет, оно так не работает. То есть вот эти вот 130 тысяч человек, это сугубо подтвержденные, это были найдены документы. Это то, что мы смогли подтвердить. Их по факту можно больше. Вот только я хотел это сказать, ты меня перепел. То есть они еще в лесах где-то валяются, в ямах, в полях, где еще кого-то, не дай бог, не дай бог это уже так и было, кого-то съели собаки, не нашли ничего. То есть я считаю, что эта цифра намного больше, чем 130 тысяч человек. Правильно я понимаю? Да. Хорошо, следующий вопрос. Блэк Аут спрашивает, какое соотношение в прямом столкновении, сколько на одного ВСУ бойца приходится вражеский? Намного больше. Статистика такая, что солдат с вражеской стороны намного больше на наше подразделение. Если брать, учитывая сравнение, то идет борьба с качеством, с количеством. Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Всех тоже интересует. Такой общий вопрос. Как ты считаешь, когда закончится война, или она вообще закончится, и как она закончится? Победой, поражением. Давайте на этом вопросе, после того, как я отвечу, мы сделаем перерыв. Я немного покурю, попью воды, уже в горле пересохло. Размутите людей, немного пообщаемся с ними и после этого продолжим. Да. Согласен. Война. Я не вижу скорого окончания войны, так как они просто мобилизируют очень много солдат. Эти солдаты заряжены там мотивацией какой-то, у них там, блядь, все, вся правда. Но если разобрать всю правду, которую они знают, они вообще ничего не знают. Если, блядь, логически просто подумать и сравнить все эти факторы, которые у нас есть и у них есть, они ничего не знают вообще. Есть единицы, которые там подкреплены какими-то факторами, которые просто неоспоримы, которые они говорят, и это у них желание, это у них мотив, они за это пойдут до конца. Да, бесспорно, есть и такие люди. То есть, я себе вот представляю поле, наш военный стоит с пулеметом, они просто бегут туда в поле и телами его все усеют. Прямо как в фильме. У меня лично была такая ситуация, что мы стояли с пулеметами, было поле, и на нас просто перли люди с автоматами и как-то стали стрелять в нас. Они просто ложились под пулеметную очередь. Это были кто? Вагнеровцы, это были военные? Это были и Вагнеры, и военные России, и военные ДНР. Они что, они там все вместе тоже сразу нападают? Они все вместе. И считаешь ли ты, вот если мы вспомним фильм, даже «Брестская крепость», там где ты помнишь этот весь фильм, стоял за град и тряс пулеметом, и эти уже там бежали со стульем на этот пулемет, и все умирали. То есть, без оружия, вот что они могут сделать? Вот не считаешь ли ты, что в России все-таки закончится вот это оружие когда-нибудь? И вот чем они будут воевать? У них на данный момент уже есть проблематика с оружием, потому что оружие, которое мы находили, у них разбитые приклады, и они разбиты не от того, что в них выстрелили, их чем-то зацепило, по факту того, что дерево просто уже само от себя ломалось. Просто вот так вот берешь пальчиком, и оно отламывается. Оно уже настолько старое, просто по факту пригодности этого оружия, оно уже не в состоянии производить какие-либо военные действия. Ну так вот, ты так не думаешь, что у них это оружие вот уже заканчивается, а мы все его получаем, получаем. Ну вот я не знаю за всю историю вообще существования мира, чтобы хоть одна страна проиграла, которая ее поддерживает и помогает, можно сказать, что весь мир. Оно или поздно у них это вооружение закончится, я чувствую, они перейдут на какое-то просто посмешище, которым они будут воевать. Это уже будет не война, это уже будет какая-то комедия. Ну, по факту всего, мы уже наблюдаем некоторые такие признаки. Просто вместо бронежилета, там, просто какие-то смелки. Проволока с металлическими какими-то пластинами. На танках мы видели то же самое, картон, там, где броня должна быть. Эти, ты говоришь, что с них будут смеяться, с них уже, как бы это не было не смешно, это не смешно, с них уже давно все смеются, весь мир. Те, которые в Украине не находятся, именно западные страны, вот они, да, конкретно смеются, потому что их это не касается. Даже этот танк без брони, он все равно угроза для любого жителя Украины. Да, по факту всего, никогда не надо недооценить врага. Все, что он может сделать, это полностью непредсказуемые вещи. Игорь, отпуск все человека. Где курим, мы сделаем рекламную паузу. Ребята, отпускаем бойца, он придет, от всех большая просьба, кто может, приглашать своих друзей, пускай поучаствуют, послушают. Очень интересная беседа. Спасибо. Я тоже попью водички, на секундочку. Зачусь. Затянусь. Уйду толпу. Пока есть возможность, можно я скажу. Ребята, я вам хочу сказать, большую благодарность. Вы большие молодцы. И мы вам, вами очень гордимся. И мы в вас очень верим. Да, я писала очень много от Деситу, который не давал мне слова сказать. А сейчас у меня появилась такая возможность. Я говорю большое спасибо. Вы, ну, вы просто супер. и то, что вы делаете, мы, мы вас очень поддерживаем и душой, и материально, и как только можем. Вы большие молодцы. Одессит, спасибо вам. Я пришла, я не ухожу, я слушаю, я слушаю ВИЧ. Тайно договорить, было объявлено, что все вопросы, мы пишем в личку, я их сочитываю. Все остальные вопросы будут после окончания эфира, вы будете разговаривать, если человек еще останется, он же тоже воюет, не спит, он же может лечь спать, и через минуту, через 30 секунд его могут поднять на боевую тревогу. Человеку тоже нужно отдыхать. Если он захочет с вами остаться, поговорите еще, то, пожалуйста, на здоровье. Но я вам... Одессит, смотри, сегодня был спор по поводу интервью Золкина, то, что там, типа, интервью берутся под дулом пистолета, нас, ну, там зачитывал Давай мы будем в этом чате упоминать Золкина или... Да, хорошо, я просто, ну, пытаюсь объяснить, да, ситуацию. Вот, пусть, наш военный попытается объяснить ситуацию, он, как бы, упоминал об этом вскользь без имени, все знают этого журналиста, он сказал, типа, у которого... Я ему же задал этот вопрос Насте. Анастасия. Да, но он не ответил. Настя, а ты, Настя, можно я тебе задам вопрос? А ты была в чате Золкина, когда я сказала за рекламу этого чата, что там есть человек, который рассказывает. меня сейчас оттуда просто выкинули. Я еще раз не надо в прямом эфире упоминать имя Золкина или еще их чат, или еще в какой-то... Нет, нет, я зашла в чат Золкина и сделала рекламу это в чат Лена, ну тебе три раза уже сказали не говори это имя. А, простите, пожалуйста, я извиняюсь. Но меня там забанили от слова. Мы не будем никого дискр... дискримицировать прежде чем-то. Дискредитировать. Я вас поняла. Я не дискр... дискрими... не... дискремитируете там. Дискредитировать. Дискриминацию я не там не делаю. Ну меня там просто забанили. От рекламы. Сейчас в стране происходит война. И враг только один. Вот когда этот враг будет выгнан с территории Украины, когда будет вся территория полностью освобождена, вот тогда и поговорим. А сейчас враг подойдет. А сейчас хочется, как угроза. Ой, мне тоже. Я хочу сказать большое спасибо, что он меня услышал. Сейчас я его не вижу в чате. Он сейчас вернется. Надеюсь, что вернется. Не, ну он крутой. Я надеюсь, что я смогу ему сказать. Я поднимала ручку уже 355 раз. Но я уже не хотела лично не могу. Надо Адиссито писать. Тебе же сказали, Адиссито пишет свой вопрос, интересующий тебя. Я ему уже написала, и он его видел. У меня не вопрос. У меня констатация фактов. Много. Никто не может. Все молчат. Все могут. Только никто не хочет. У нас есть интервьюер. Пускай он берет интервью. Пожалуйста. Сейчас все открыли. И мы так знаем, что мы благодарны. Лена, напишите. Смотрите, какой Адиссито у нас замечательный. Сидит, нас терпит. Читает все наши сообщения. Он прекрасен. В кепочке своей замечательный. Красивая. Ставим лайк. Минуту. Не разбегаемся. Это пауза небольшая. Я бы его уже отпустил, потому что ему надо спать. Он уже почти здесь два часа сидит. Мой вопрос ему задай. Можешь его отпускать. Пишите вопросики тоже. Я написала тебе вопросик. Нет, Максим, пожелания. Да, пожелания типа. Ну, пожелания по вот этой публике. А можно и я? Пожелания. Пожелания. Максим из Германии. У меня к тебе пожелания. Меньше купай. Юджин, ты мне написал. Юджин написал вопрос. Он уже отвечал на него, что то, что ты меня спрашиваешь, они будут не береги возраст. И кого-то нигде он. Вот, ты понимаешь, и сугубо один за безопасностью. Он не будет раскрывать вопросы, которые не будешь. Одессит, а он будет еще заходить или нет уже? Или он будет уже? Да, будет. Пошел покурить в этой публике. Спасибо, что вы все одесситы и отвечаете за меня. Не, я не одессит, я... Я одесситка. Мы бережем твой голос. Одесситка, я знаю, что ты одесситка. А я... Все знают. Я не знаю, как сказать. Я северодончанка. Я буганчанка, я северодончанка. Я не могу быть точно. Это стиль такой. Это ж надо было еще найти, блядь. Секундочку, минуту внимания. Бел, как твое имя? Тут Бел Себель или что-то? Передай, поздно пришел. И мы уже этот вопрос задавали насчет амуниции. Амуниция, они никакой, ни от кого ничего, никаких волонтеров не принимают. Только у них есть пару проверенных людей, откуда они принимают. Потому что были такие волонтеры, добрые люди, которые... Эту амуницию или там, что они передавали, кидали туда жучок. То есть они... Блин. Ихние позиции потом видели, потом их обстреливали. Одессит, смотри, денег он тоже не хочет брать. Может ее подборать? Ну, я понимаю, может есть, куда можно им перечислить именно сумму, например? Я не договорил, ребят. Если вы захотите что-то передать, деньги, амуницию, еще что-то... Человек напишет мне контакты только через там красный крест, через кого они работают. И я вам сообщу. Все, эта тема закрыта. Раций. Я знаю, что им нужно раций. Раций. Сейчас, секундочку. Надели на обидного парня в форму. Развалили. Так пожелания будут у них? Я попросил в прямом эфире не выражаться. Да, Серега. Я сказала, не нафиг. Я сказала, нафиг. Ты слышал? Вот я здесь... Мне надо больше вопросов, человеку. Надо больше пожеланий. Одессит. Одессит, ты меня слышишь? Для телезрителей, я хочу сказать, что в этом чате находятся как граждане Украины, так и России, противники, защитники и просто люди со всего мира. Продолжайте. Я хотела спросить. Ты спроси за рации. Если что, я смотрела, тут дешевые рации. Ну, относительно дешевые. Но если что, можно приобрести и отправить. Если надо, то это все в Сирии. Нет, нет, нет. Подписи, там вопрос про вес был. Ты его пропустил или не дошел еще до него? Про вес кого? Мой его... Про мой вес, может? Про обвес, а не вес. Обвес. Обвес, прости. 62. А, ладно. Никому хвастаться. Это кто? Это кто сейчас спросил? Кто похудел? Яс, про норма. Норма. Ты обвес имеешь в виду его... Обмундирование, амуниция, да. Аммундирование, амуниция, да. Нет, смотри, когда ты приходишь, тебя призывают. Ты приходишь, тебе выдают обвес, да? Там, амуницию, обмундирование. Но есть, там, допустим, броня, каска. Но оно говно, да? Ну, честно так сказать. Если, допустим, покупать нигде на броня, к себе нормальный, там, броня, каску, там, остальное, амуницию. То сколько же там бабков, где это... Ну, такие бабки, как бы, немалые. Где эти бабки берут? Наебись. Слава, тебе же сказали, что изначально волонтеры, что ли свою зарплату покупали, типа... Ну, что значит бабки немалые? Например, хороший шлем стоит что-то около 300 евро. То есть, насчет... Я извиняюсь. Ну, броня около 50, 45, 50. Говори, говори, извини, я берегу тебя. Да, все нормально. Блита керамическая стоит 300 евро штуков. Я просто хотел шуточку отпустить. Мы на днепровских офисах с камнем, брось с него, поэтому с бабками все равно. Это что у нас, Герой? Тихо всем. Вот метро, все, выключайте микрофоны. Да, каких пожеланий еще будут? Отвечайте микрофон. Вот, метро спросил тот же самый вопрос, что я задам его первым. Отвечайте микрофон. Да. Скажешь мне, когда ты эту... Сейчас, подождите, еще подождите меня, пожалуйста. Мне тоже надо быть готовой в какой-то момент времени. Готов? Скажи мне, сколько ты можешь тут еще посидеть, потому что я не хочу тебя здесь держать, тебе надо спать, отдыхать. Главное, три часа свободно. Еще три часа? Два-три часа свободно, да. Это твой выбор. Я тебе предлагал не сдаваться, а идти отдыхать. Это твой выбор, пожалуйста. Вопрос от Дмитро. Он тебя спрашивает, ощущается ли снижение интенсивности обстрелов российской артиллерии, снарядный голод. Прогрессируют ли российские артиллеристы с точки зрения точности? Если да, то по каким причинам ведение систем аналогичных нашей крапиве, увеличение количества беспилотников и так далее? Всем известно, что украинская школа артиллеристов самая лучшая в мире. Поэтому он спрашивает, учатся ли они, лучше становятся. И голодом они испытывают в снарядах. За время ведения войны их артобстрелы намного стали менее точны, и их намного стало меньше. Это, наверное, более учитывая тот фактор, что я полагаю, что снарядов стало намного меньше, и точнокалиберного оружия у них стало намного меньше. Это как вот тот прикол, который сейчас больше всего сообщают и встречивают, что вот у вас кончится скоро вооружение. Если брать со стороны тех городов, которые мы освобождали, они очень часто оставляли склады с БК со снарядами. И там было не просто там ящик-два, там было до потолка завешенные снаряды. И те факторы, насколько они много потеряли, их это много о чем говорить. По факту точности. И точность в них координируется тем, что, во-первых, есть два фактора. Первый, это мы сами начинаем говорить, куда попало, как оно въебало, что оно там сделало. Мы сами же себе противоречим. Мы сами делаем себе хуже, что мы сообщаем, куда оно попало, что оно въебало, что оно зацепило. То есть мы им предоставляем информацию и скоординируем их точность. Во-вторых, есть у них дроны, и по дронам они больше всего корректируют свой артобстрел. То есть они видят, куда оно попало, и если вовремя не сбить дрон, то ты только себе делаешь хуже, потому что они увидят, что оно попало. Ага, оно попало, блядь, с километра отсюда, чуть-чуть вот так, вот сюда-туда, блядь, градусы подкорректируют. Надо въебать вот тут. И вот этого они уже смотрят и корректируют себе артобстрел. Спасибо тебе за ответ. Передает тебе привет Надима, тоже из Израиля. И у нее такой вопрос в вопросе. Прежде всего она хочет тебе сказать привет. За нее тебе махает. Привет, боец. Во-первых, тебе большое спасибо. Мой, не мой, а ее вопрос заключается в следующем. Считаешь ли ты лично целесообразным усилием людей, которые занимаются информационной войной против русских в рамках соцсетей и телеграм-каналов? Или же диванные войны не несут серьезной помощи в данном контексте? Как ты вот относишься к людям, которые вот сидят сутками? Я здесь тоже 11 месяцев сижу. Я знаю многих ребят, которые здесь сидят по 24 часа в сутки. Многие из них уже там жены разводиться хотят из-за этого. Но они не могут из-за этой несправедливости, они не могут заниматься своими делами. Вот сидят в чате и они доносят россиянам, не русским, там как выражается, россиянам, и не только россиянам, которые вот пришли сюда затерянные, потерянные, вот то, что им по телевизору показывали, но до них уже начинает доходить, что что-то здесь не так, что-то здесь вранье, и они приходят сюда, к нам и узнавать правду. Вот как ты считаешь, вот эти вот диванные войска, интернетные, информационная война? И прежде всего в том, что донести русским всю информацию и всю ситуацию, которая здесь происходит, просто показать тот фактор войны, который он есть здесь. Но большинство это делает немножечко неправильно. Вы условливаетесь на то, что вы видите сами там, вот там вгибало, вот там неправильно делают, вот они напали. Делайте это немного по-другому. Подключайте логику. Старайтесь сделать так, чтобы они логически думали. Старайтесь их спровоцировать на то, ну, не сам конфликт, не агрессивную ситуацию, а то, чтобы у них заработали мозги. Просто старайтесь показать им всю ситуацию логического мышления. То есть вы осветите одну информацию, которую им дали, и возьмите вторую информацию, которую им дали. И пусть они соединят логическую середину найдут. Вы так не даете то, что вы нацист, вы дофига патрионные. Просто возьмите тот фактор того, что им дают, и то, что нам дают, и соедините этого едино. Это называется всегда правда. Та золотая середина, которая есть. Я говорю именно о таких моментах. тут сидят неглупые люди, люди с высшим образованием, которые знают историю и много чего другого, которые каждое свое слово, что они говорят. Я не говорю про радикалов каких-то здесь без радикализма. Просто нормальные люди, которые себя тратят во время. Каждое свое тезис, слово, что они объясняют россиянам, не только россиянам, а поддерживающим русский мир и агрессию России. Они все это мы все здесь показываем только сугубо с фактами, с видео и с любыми другими. Следующий вопрос от Андрея Триссемерки. Он передает, тоже пользуется случаем, передает всем большой привет из США. Он прилетел сегодня наконец-то из США и кричит Слава Украине. Еще один вопросик от Надин. Она давно написала два вопроса. Я всех прочитал ее нет. Поэтому еще раз от нее передаю привет Надине Израиля. второй вопрос более гуманитарный. Несколько советов для гражданских лиц, что касается поведения гражданских в отношениях военных, которые возвращаются. Темы табу, которые лучше не затрагивать, но чтобы солдат чувствовал свою принадлежность и нужно за пределами фронта. Спасибо. Ты красавец. сказал береги себя. Я не знаю кому он сказал. Я красавец. говори тебе красавец. Береги себя. Лучше не затрагивать военные темы по поводу того, что там было, что ты видел, как происходило, что там нового, когда оно кончится. Лучше вообще не затрагивать те темы, которые связаны с войной. Покажите просто человеку, что он вам нужен. Он не просто какое-то непотребное существо, которое просто живет на этой планете. Он ощущает себя очень использованным таким. он ощущает себя подавленным. Покажите ему всю суть любви, которая у вас есть к нему. Просто покажите ваши открытые чувства. Постарайтесь позаботиться, дать более впечатлительные моменты, теплые ощущения, которые у вас есть. Старайтесь не затрагивать тему войны, как она и в целом. Не говорить о наше взяли то, наше взяли это. Для него это воспринимается немного по-другому. Для вас это победа, для него это потери, это гражданские потери, это военные потери. Он видит это немного по-другому. Вы видите это с одной высоты, он видит это с другой высоты. Он видит это по факту войны, которую он прошел. Поэтому когда военный приходит на гражданскую жизнь, у него есть такая психологическая травма, требование внимания. То есть у него на время военных действий, огромное внимание со стороны гражданского населения, со стороны военной техники, тоже представляют волонтеры. Он герой классный, ничего себе. А когда он приходит на гражданскую жизнь, это отсутствует. есть резкие перемены. Военный человек когда приходит на гражданскую жизнь, это то же самое, что вы переедете в другую страну. Это вообще другая жизнь. Это непривычно. Это вообще не больше неприятно. Ему хочется вернуться обратно, где ему привычно, где он привык жить, где он привык чувствовать. Проще говоря, это совершенно другая жизнь для него. Это огромные перемены, с которыми он не сразу смирится, с которыми он не сразу войдет во вкус. Для него непривычно, что можно взять открыть холодильник, а там будет еда. Это вау. Это непривычно, что можно взять теплые тапочки, там сигареты можно покурить спокойно. Не надо брать автомат, не надо брать автомат, сбрыть жилетом, бегать куда-то, нестись, орать что-то, не надо в рации докладывать. Это огромная перемена, с которой не свыкнутся все сразу. А кто-то, возможно, и в последующие времена не привыкнет. Вопросик задает его, не могу прочитать, кто, тут много имен, спрошу у тебя это, правда ли только юго-восток воюет, а запад и украина не призывает. Нет, неправда. Спасибо. Следующий вопросик. Это даже не вопросик, тебе передала девушка насилие, она передала, что хочется реветь, 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 такой хороший парень. Спасибо тебе за стрим. на все спасибо тебе будут, конечно, в лице я не мог это не прочитать, чувствуется, что это с душой написало. Так, Артем пишет, задает вопрос. Было ли такое, что в начале 24 паваля у них было мало дронов, но сейчас они ими перенасыщены? наоборот ситуация. Это их руководство постаралось или волонтеры добавляют, что дроны нужны на фронте как патроны? Нужны ли дроны на фронте как патроны? Ситуация немного противоположная. У них поначалу были дроны, как бы сказать, это помягче самоделка. Вместо дронов, там, ну, знаете, у дронов есть камеры. Вместо камеры они использовали фотоаппараты, телефоны, все это По большей части дронов у них сейчас намного меньше, но они намного навороченнее, то есть они получше будут в снаряжении, снаружи, они будут получше, чем в начале войны. Хорошо, откуда они их берут, если санкции? Закупка. Они покупают их в Китае или где вот эти компания DJO, которая называется, если я могу ошибаться на названии. Так, кто там еще тучи вопросов задавал? Сдает нам агент вопрос, насколько сильно влияет коррупция на боеспособность засуду? На данный момент я могу дать такое сравнение, что по началу войны все было просто прекрасно, идеально. по началу войны все депутаты просто сели на задницу, потому что возле их дома считай, были военные, которые готовы были посадить на накол, убить просто разосемь, и они все забоялись, давали все, что угодно, автоматы, снаряжение, вооружение, бронежилеты, помощь, сухпайки, все, что угодно давали, только возьми автоматы, защити нас. Сейчас, на данный момент, когда отошла граница, это настолько урезали, настолько все похерили, настолько обокрали нас, это просто невыносимо даже больше. У нас есть информация, что один человек, главенствующий офицер, просто вывез две фуры снаряжения, бронежилетов 6 класса, касок. Коррупция в Украине была. Надеемся на нашу власть, она сейчас начала конкретную охоту на всех этих ведьм, и что это все поборется. Коррупцию до конца побороть, конечно, невозможно, но это будет хотя бы в десятки, то есть сотни раз меньше, чем было до вообще сегодняшнего дня, можно так сказать. Еще вопросик от меня. Правда ли, что показывают в российских новостях и других, что как люди ходят Одессу, они там к примеру показывают, как едет какая-то скорая помощь, оттуда выскакивают военные, и хопают просто людей на улицу, засовывают туда и везут на войну. И также в других городах только по другой схеме. Правда, это что всех подряд просто метут и на фронт пошут? Я вам отвечу металлогическим вопросом, а зачем нам солдат, который не имеет тактики ведения боя? Если такая ситуация уже сложилась, какой-то военкомат крестериньки меня охуел, конкретно перебрал на себя полномочия, что гребет вот так вот я солдату советую, если который меня слышит и видит или знает, напишите мне, я вам дам контакты, вы позвоните одному человеку, приедет один дядя со звездами и пропеллером прокрутит всех долбоебов, которые там немного охуели. это все понятно, я спрошу в личке тебе дашь номерок, у меня конкретный вопрос, это правда либо это пропаганда? и мужской пол в Украине. Тебе встречались такие люди, которые вот так вот загребались? Спасибо, значит, это пропаганда. Это вопрос просто бей. Есть только разрушение в Украине как мобилизационный контракт, резерв. И людей по большей части поднимают с резерва. То есть есть подписанный контракт резервный, и вот подписал на определенный срок, и тебя по нему вызывают. Я не встречал по большей части людей, которые просто взяли там не по своему желанию пошли. Есть люди, которые там просто думали, что они там посидят на блокпостах, пинают хуи и поедут домой. Но сложилась другая ситуация, они много не понимали, куда они идут. Ты понимаешь, что этот вопрос для граждан Украины, так и для России, это очень бы важно тебе его задать. Потому что идет пропаганда всем каналам, и люди не знают, что правда, что нет. Такой же вопрос задает Анастасия, она спрашивает уже точно такой же вопрос, только про российскую сторону. Были у вас пленные, такие, которые загребли, но я знаю, что из ДНР были, вот на нас спрашивают именно конкретно и ДНР, и УНР, там, такой стороны нету, но Донецк и Луганск, именно с российской стороны вот были чумобики вот такие вот, которые просто... нас попадались в плен срочники, нас попадались в плен срочники, солдаты срочной службы, мальчишки, ребята совсем, по 18, по 19 лет. Что вы с ними делали? Вы их отправляли, обменивали? Ничего, ребята изначально были заряжены патриотизмом, мы ничего не скажем, а потом просто по каске долбанули один раз, ни в лицо, ни в живот, никуда их не били, по телу, просто по каске дали, вот так очень плохо, обычный, блядь, мастер, дурачок, одумайся, ты понимаешь, где ты сейчас находишься? Где я нахожусь? ты в Украине находишься сейчас, с какой Украине? Мы на учениях. Они не знали, что они приняли. Они даже не знали, куда они приехали, они не знали, где они территориальны. У них отняли телефон, у них не было связи, это было по началу войны и второй месяц. Это было по началу, а люди сейчас интересуются вот конкретно после объявления в России мобилизации? Сейчас также присутствует такая ситуация, что их загребают с улицы, просто берут там человека, везут его в КПЗ и в КПЗ его ставят перед фактом, или ты идешь в тюрьму, или ты идешь воевать. Хорошо. А откуда вот у тебя вот такая вот информация? Вы кого-то в плен брали, кто-то давал такие показания? Мы сказали одного пленного, который нам рассказал, что пришли к нему просто домой, его скрутили, его жене навешали, что он в чем-то подозревается. ему в полицейском участке сказали, или мы снимаем с тебя все дела, которые мы тебе навешали, или ты идешь на фронт. Я тебе чего именно так вот ребром задал вопрос. Я тебе, к примеру, не верю, но есть другая страна, другой агрессор, который может подумать, что это просто твое мнение. Поэтому я уточнил. По поводу этого уже дело каждого, верить мне и верить. Это уже дело лично каждого сугубого человека. Верить мне, не верить. Говорить там на фронте, а не на фронте. Это лично каждого мнения, лично каждого мысли, домыслы. Мое дело просто донести то, что я знаю, а как это будут воспринимать люди, это уже их дело. Вопрос анонимно попросили задать. Номер один. Старлинг отключили или это вброс? Старлинг не отключали, по большей части мы его не использовали. Причина этого про нему часто прилетает. Его очень легко отследить и по нему очень часто прилетает. Хорошо. Второе, он тоже анонимно задает вопросе, форма идеальная, чистая. Ты спикер, стример, готовился к стриму. У меня есть отдельно форма чистая, для того, чтобы выехать куда-либо в город. Но у меня также есть кадры и видео, где полностью грязный, весь в говне, грязи, порванная одежда. У меня много чего из грязных вещей. И у меня также есть видео, аудио и фотофиксация всех тех моментов, которые мне вот так вот задают. Что-то ты в чистеньком, весь ты где-то там в тылу сидишь. У меня есть фото, у меня есть видео, где я пиздую по болотам просто и, блядь, матюкаюсь на весь мир, потому что, блядь, не говорят оба чая, я сижу в тылу. И еще один вопрос. Начали ли шифровать радиообмен в СРФ, или продолжают общаться вот так вот в открытую? Потому что все мы помним до начала войны, они там в прошлом, позапрошлом году показывали свою систему, вот эту переговорную связь. Опять аналогов в мире нету, но самые лучшие. Но пришли они в Украину, и эта вся их система не работает. И они общались именно, почему у нас в СБУ и во всех контрразведках есть их не радиоперехваты, потому что они общались просто по открытым каким-то вот каналам. Вот человек задает вопрос, поменялось ли это у них, или так же продолжает, потому что нечем им заменить. Их не стараются взломать, перепрошивать рации, но по большей части у них это не выходит. Они иногда меняют радиостанции, что усложняет фиксацию их сигнала, но по большей степени те же сигналы остаются, те же записи остаются. Если брать нашу систему, то у нас идет одна радиостанция, которую взломать невозможно, потому что каждую миллисекунду меняется канал связи, которые перепрошиваются, каждый месяц приезжает человек... И все на автомате? Да. Каждую неделю проверяют связь, а каждый месяц приезжает человек с ноутбуком и перепрошивает полностью радиостанцию. Каждую. Полностью перепрошивает коды, полностью перепрошивает всю связь, те каналы, полностью меняют радиостанцию под ноль. Спасибо за ответ. Теперь понятно. Так что мне спросили еще. Так, ребятки, я потерял тот вопрос, который мне задал, поэтому если я сейчас задам какой-то другой вопрос, не обижайтесь, а напишите его еще раз, чтобы он у меня выскочится, а то у меня очень много там повыходило этих сообщений. и так далее. Так что заранее прошу извинений. Вопрос. Считают, что Мессу свой талант обязательно нужно реализовать в качестве и блогера, и писателя, и тебе успех гарантирован. Это был вопрос или просто пожелание? Тубарау задал такой вопрос. Будет ли наступление на Харьков? Вы когда, ребята, пишите вопрос, уточняйте, чье будет наступление или еще что-то? Я так понял, что она имеет в виду с российской стороны будет ли повторное наступление на Харьков? Что вам об этом известно? Перехваты, может, какие-то были, еще что-то? А он ушел. Вызвали. Пишите вопросы, ребята. Пока у нас рекламная пауза. Вызываю человека. Дай знак, когда вернешься. Да, здесь, здесь. Я здесь. Вопрос был. Вопрос был, слышали военные, но они более 5-таки повторяются. Вопрос, слышали ли военные, что военкомат ходит на похоронах и раздает повестки? Какие комментарии к этому? Я считаю, что это тот же самый вопрос, что я задавал, когда якобы забирают со скорой помощи. Это какой-то бред, я такого даже не слышал. Я просто не мог его не озвучить, потому что люди не обижались, поэтому я его озвучил. Есть какая-то такая информация, я попрошу написать мне ее в ВЛС. Если какого-то человека так призвали, я могу дать контакт, и просто человек позволит сообщить. На фото напишешь, будем поможем другим. Человек с ником Албан, или Албан, может, доктор Албан, я не знаю, спрашивает, что там с человека в Вагнер. Они влияют как-то на конфликт, или это просто все на показухе? Вот как ты считаешь? Как ты видишь, как ты считаешь? Это заключенные. Прежде всего, это заключенные. Люди без военного опыта, люди без военных каких-то образований, не знают тактики, не знают жестов, не знают позывные, не знают, что такое, как это помягче сказать, военная дисциплина. У них нет иерархии, у них есть авторитеты. Вот как они... Как они полностью, полностью у них вся экипировка есть, или чисто с лопатой? Им выдают самые минимальные, востребованные ими экипировку, которую получают военные. Если сравнивать с нами, это намного меньше. Но мы также замечали в них каски, подобного плана, что на мне висит. Бронежилеты 6-го клада, я в них не замечал. специальные какие-то занавешанные бронежилеты нового типа также. По большей части это патроны, гранаты, подобного плана снарирования. Человек еще хочет дополнить вопрос. Если там среди них, среди человека этого Вагнера, есть ли там спецы, которые прошли, там Африку, Сирию, там и другие страны, где они не воевали? Есть именно какие-то специалисты? Возможно, дезинницы, которые там проходили какие-то военные действия, есть, но если человек проходил, по большей части он не захочет идти сюда-обратно, потому что человек должен понимать, что происходит на войне. Если же человек какой-то попаянный, ему нравится воевать, убивать, резать, то человек пойдет сюда и он будет воевать, но также это обыкновенный солдат, который идет воевать. Жизнь солдата рассчитана на короткий период времени и за жизнь сцепляться солдату уже бессмысленно будет. Еще вопросик, люди спрашивают в чате, правда ли это, что под Угледаром или в Угледаре была уничтожена там целая колонна танков и всякой бронетехники? Наши? Наши их уничтожили, якобы они наступали, или что, и потерпели там поражение, это какой-то... Весь интернет... Я могу сказать, информацию вы вскоре получите, а сам от себя могу сказать, что там были их потери. Да, весь интернет на сегодняшний день, даже с нашей стороны, пестрит в том, что была уничтожена там целая колонна прямо российской техники и всех этого. У тебя пока по этому поводу никакой... Ты не можешь это не опровергнуть, не подтвердить. Ты только знаешь, что там были... Я могу сказать, что там были потери, а конкретные данные вы скоро получите. Так, скоро? Науке неизвестно. Ну, ничего сразу же. Еще вопрос. Как вас кормят? Вы питаетесь нормально? Или как попало? И чем попало? Чем вас именно кормят не волонтеры, а именно само военное командование, страна и так далее? По большей части, нет возможности привезти продукты, то привозят сухпайки. Это классная вещь, довольно-таки. Она действительно вкусная, она питательная. Это офигенно просто. Сухпайки – это действительно качественная вещь, с которой я не могу ничего плохого сказать, просто идеально. Просто все по полочкам, все конкретно, всего хватает. По поводу снабжения привозят там картошку и продукт там, колбасу также привозят. Ну, необходимые продукты привозят, но в малых количествах, если честно. Если брать на подразделение, то на человек 20 привезут три палки колбасы. То есть, как спросила бы моя мамочка, вы там не голодны? В принципе, мы не голодны. Еще вопросик. Пользовался ли ты каким-то западным вооружением, натовским стандартам или так далее? А ты. Пользовался или не слышался? А ты – от Живылин. И как? Какое вооружение лучше, вот если Украина перейдет полностью на натовский стандарт? Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Я понимаю, что это глупый вопрос. Это хорошо, конечно. В сравнении с РПГ, АТ – это просто идеальное оружие. Просто взял, ебнул, поставил вот эту хуйню, она одноразовая и убежал. Тебе не надо тащить вот эту огромную громоздкую херобору. И надо ее тащить обратно, чтобы взять снаряды, патроны, обратно зарядить ее, обратно выделить на оппозицию. Нет, ты просто въебал, выбросил эту хуйню бесполезную и побежал дальше. Какие танки лучше? Вот придут скоро леопарды, леопердики и все эти вот. Какие его танки лучше? Наши бывшие советские или вот западные? Или ты еще их не делаешь? Абрамс очень тяжело пробить с передней части. У него также защищены гусеницы. Если брать Абрамс в слабые места, то у него только задняя часть слабая. и то она не пробивается с одного снаряда. То есть, ну, это все тоже дело, какой снаряд, какой танк в него попадет, что конкретно в него может попасть. Это все дело случая, тактики и ситуации. А так, если брать сравнение, то русские танки намного больше проигрывают Абрамсом. Это чисто сравнение американской поставки. Также, ну, есть один минус у Абрамса, если у него передвижение механической головы, то оно идет очень медленно. Да, он сильно тяжелый. Не знаю, как он... Нет, оно крутится очень легко, очень быстро, но сам поворот головы очень, очень, очень медленный. Это ты говоришь за последнюю модификацию или за... Какой самый лучший ты считаешь наш отечественный танк? с кем его можно сравнить с чем? Вот из западной техники. Ну, у меня такого сравнения нет. У каждого танка в своей системе индивидуальной. Сравнивать танки это гиблое дело. Просто я могу сказать, что один лучше в этом, другой лучше в этом. каждый танк индивидуален под свою ситуацию. В тот же момент не брать штангом и не форсировать позиции и втормовать отдельные оппозиционные территории. Одессит, как мать Тереза сейчас. Он там у него чат забил. вопрос. Погнали. Одессит, вопрос. Давайте. Мне показалось, или ты его специально перебил в вопросе про коррупцию? Когда он начал говорить про два КамАЗа, ты не дал ему договорить? Да. Ты тебе не показалось. Почему? Он об этом будет все сказано после войны. А сейчас не время. Нормально устраивать ответ? Красавчик. Да. А действительно красавчик. Не, ну, ребята, вы же понимаете, потери с обоих сторон. Вот видите, что этот человек... Там людей не жалеет, блядь, с российской стороны. Просто поступает на убой, блядь, мясом. А эти ребята там, они же сами говорили, они, ну, берегут свой ресурс людской солдат. Ребята, они где-то там отбегут, ну, обстреляют, там, что-то такое, да? Они не, это, не палец, долбоёбы. Идти на атаку, просто, блядь, умереть. Не за хуй собачий. Вы же видели, что человек даже в таком плане, что он мне вчера понравился, я же сказал, что пригласил сюда лично, что все, что он говорит, вот видно же, что искренне, что нет. Человек не врет. Во всяком случае, даже вот в этом отношении говорит все, как есть. Не договаривает, но не врет. Это правильно, да? Нет, вот он даже начал говорить про коррупцию, к примеру. Уже мог этого не говорить, она врать, там что-то еще сказать, что заебись, простите за мой язык, вырвалась. Нет, правильно. Здесь есть, просто красавица. Я, может быть, и не дождусь его возвращения и пойду отдыхать. Я спрошу. Передай, пожалуйста, нас, украинцев, украинок и украинцев, которые выехали за границу, большое-большое спасибо и что мы за них очень переживаем и верим в большую победу и что они большие молодцы. Ну, просто передай. Если будет видео, я специально зайду и проверю, чтобы ты это сказал. Я вот прямо... Я тебя искренне прошу, потому что, ну, это действительно так, потому что они большие молодцы и на них мы все держимся и, ну, они очень большие. Они у нас самые нереальные, они у нас самые крутые. Олена, если ты слышала, то в начале самого объявления, когда я его представлял, я об этом все сказал, что они защищают не только Украину, свою семью, свою землю, свой дом, нас, вас, они защищают весь мир. Я объяснил, почему. Потому что в 2014 году, когда отхапали Крым, весь мир промолчал. Они это схавали, эти все импотенты. Человек почувствовал кровь и безнаказанность. Дальше пошел Луганск, Донецк. Это тоже все осталось безнаказанно. И они пошли полноштабной войной уже всю Украину захватить. И вы думаете, после этого, что весь мир дураки, что они не понимают, что дальше будет Молдавия, там, Польша, там, Прибалтика и так далее. Они уже понимают, что человек не в себе, не то, что не в себе, что он не остановится на Украине. И уже молчать никто не будет. Поэтому дают и танки уже, и самолеты. И все дадут. Да, на весь мир. За весь мир это понятно. Но лично я хочу сказать за нашу Украину, за наших украинских девчат, которые выехали со своими детьми, я хочу сказать щиро дякую. Потому что они великим молодцем. А то, что там весь мир, весь мир скажет. Почему ты только услышала то, что ты хотела услышать? Я озвучил, что спасибо конкретно опять перечислять за что? За то, что люди погибают, защищают землю нашу, нас защищают, я же об этом все сказал, семьи свои и так далее. И плюс я добавил, что сейчас благодарит не только вся Украина, а весь мир благодарит. Прежде всего они защищают Украину. И нас с вами. Поэтому они герои. И большое ему уважение. Они себе жили мирно. Кто-то работал, кто-то занимался своими детьми, кто-то женами, кто-то еще чем-то. И вдруг пришли вот эти агрессоры-захватчики, и все, у них мирная жизнь закончилась. Они пошли туда не по своей воле. Вот эти все придурки, которые, он еще к ним военный, лояльно к ним относится, я против них. Да, нормальные россияне, я за нормальных россиян, потому что нормальные россияне, у нас в стране полно радикалов, которые даже к ним, к нормальным россиянам, плохо относятся. Но вы не понимаете одну вещь. Вот эти плохие россияне, а я их называю хорошие, кто вы думаете, там в России взрывают военкоматы, поджигают поезда, еще что-то. Кто вы думаете, это все делается? Они наши союзники. И на сегодняшний день в России такие законы и вообще такая ситуация, что человек просто россиянин, который просто говорит, что он поддерживает. Я не договорил. Я не договорил. И просто россияне, которые просто уже ничего не делают, но уже выражают поддержку Украины, на сегодняшний день для них и для нас это подвиг. А то, что вы там кричите, они могли выйти, и что они могут сделать? Он выйдет его в наручники, пошел вон в тюрьму, штраф и так далее. Что они могут сделать? Возьмите вот пример вам с Херсоном. Я уже в этом чате, люди меня знают, много раз об этом говорил. Херсон. Первые четыре воскресенья, как туда въехали в начале войны, туда въехала вся российская техника, захватили город, благодаря всяким коллаборантам и так далее, как же без них. Они захватили. Люди выходили каждое воскресенье, митинги, Херсонца Украина, с транспаратами, с плакатами, сколько там тысяч собиралось, вся эта площадь была запомнена, одно воскресенье, второе воскресенье, третье, на четвертое что было? В них начали стрелять, кидать эти гранаты шумовые, эти ослепительные. Всех зачинщиков, которые там собирали людей на вот эти митинги, их что, ФСБшники, ГРУшники, всех повывозили в неизвестном направлении, этих людей нет. И сразу все прекратилось. Все, больше никто не выходил. Поэтому не думайте, что они там не герои, а мы тут герои, люди танки останавливают, руками, ногами, и чем хочешь. Они бы тоже такие герои, пока стрелять не начнут. Они там ничего не внушатся. Путину есть что терять, он самый богатый человек мира. Поверьте мне, он пойдет на все жертвы, которые только можно, лишь бы остаться. У меня есть конкретные два аргумента. Ни одна страна еще не выиграла против всего мира. Это один аргумент. И второй аргумент. У них нет никакой мотивации, у этих россиян. У украинцев, у них есть мотивация защищать свой дом, свою землю и не отдавать ни одного сантиметра, миллиметра украинской земли. Вот эти два фактора, которые никак, никакие деньги Путина, никакая военная техника не поможет ему победить. И третий аргумент, это назовите мне хоть одного диктактора, который закончил хорошо. Есть такие? Я при своей памяти таких не помню. Его будет даже лучше ждать, что и Каддафи его разорвут же свои же. Вспомните мои слова. Я, конечно, не Ванга. Это да. Ну, так и будет. Его разорвут свои же. Аминь. Ну, у тебя просто опыта нет. А так ты очень хорошо держишься, отдыхать. Я тебе это, респект шлю. Где я держусь? Я помню первый день войны, когда, вот, верите, вот я раньше, если кто-то помнит, там, в 2000-х, там, в начале, в 90-х, в конце, были еще эти видеоплееры, и там была кассета, не кассета, ну да, видеокассета, Лики смерти она называлась. Помните такое? Кто-то помнит? Кто здесь постарше есть? Кто-то помнит такое? Лики смерти называлась. Много частей там было. Это про то, показывают в прямом эфире, кто-то на камеры эти записывал, как один человек может другому бензопилой распилить голову, в прямом эфире кого-то расстреливают, еще что-то. Я помню, как-то я был малый, вот это включил, так посмотрел на это, там, 5-10 секунд, особенно с этой бензопилой, когда начали резать кому-то голову пополам, кровь брызг, я это выключил, и подумал, какой нормальный человек может это досмотреть до конца. Оказывается, было полно людей, которые, вот, я не люблю вот это, все это смотреть, и когда началась война, первый прилет, я помню, был по Харькову, показали какой-то магазин, и лежала бабушка без ноги, ее кто-то спиной подпер под двери, нога лежала рядом, куча лужа крови, и рядом лежал еще какой-то убитый человек, в общем, труп тоже лежал весь в крови. Я это увидел, это был самый, вот, первые кадры, я это увидел, у меня реально потекли слезы, реально. Потом показывали, там, российских солдат, этих трупов, где там уже наши начали снимать, люди простые, не только военные, там, с телефонов, я на это тоже не мог даже тоже смотреть. Сейчас у меня просто как будто прививка, я могу спокойно смотреть на трупы, что до своих лет, до начала войны, я никогда в жизни эти вещи не мог смотреть. Как оно все закалилось. я тебя перебьет, мне сейчас подружка, ну, пишет, она сейчас в Харькове находится, я ей написал, говорю, у нас в чате сидит, ну, ВСУшник, говорю, заходи, послушай, она говорит, я не могу, я не буду, я боюсь. Она, в Харькове сейчас, она такая, по нам сейчас летели ракеты, сегодня в 4 утра был, ну, просто обстрел, и я боюсь. Спроси у него, типа, за то, за это, и ты спросил, да, как по поводу Харькова. Да, да. Они очень сильно боятся за наступление, что они любят Потому что там ракет, там самолетов много. Мать, камон, блядь, у меня в 2 часа ночи тоже был прилет. А я обидел, я понимаю, я просто, ребят, ну, кто вы, что-то не есть. Я просто помню первую ночь, как мне вот мама говорила, да, когда у нас над домом летели истребители, и просто, ну, там в километре, в полтора скидывали одну бомбу. И у нас попало там в пятиэтажку возле городской больницы, там еще куда-то. И просто, ну, это было над моим домом, и это очень-очень страшно. И они сейчас боятся того же, что если будет там массированное наступление. И все в таком страхе. Это реально все, да. Нет, страх же он же специально природой нам заложен, чтобы, как инстинкт самосохранения есть бы у человека не было страха, мы бы, как бы, мы бы просто так погибали бы, понимаешь? А то, что у человека есть страх самосохранения, он позволяет нам, как бы, как выживать. Ну, смотри, а как ты можешь выжить от таракета, от бомба, от истребителей, которые кипают бомбу, пойду, как и ребенок, и тебя спит в кровати. А что ты не поймешь? Я живу там, алло. Ну, когда, смотри, я тебе такого не желаю, например, в дом, что значит ты мне не желаешь? Ну, подожди, блядь, послушай меня, послушай меня, когда ракета летит в дом кого-то, не в твой, какого-нибудь человека, да, вырабатывается адреналин, да, адреналин это натуральный гормон, и ты, как бы, у тебя, как бы, инстинкты уже, понимаешь, как ты просто пытаешься выжить, как ты уже те пофиг, что там, что ты весь в крови, что дом разрушен, что там, люди пищат, ты просто пытаешься выжить, я не совсем понимаю, что такое ракета, ребята, админа работает, вы чего, с ума сошли? Я хочу вам другое сказать, что вот, когда они пошли проигрывать на многих фронтах, им воевать реально скоро нечем будет, они включили свою пропаганду насчет ядерной дубинки своей, везде об этом начали кричать, вот вы мне объясните, вот, вас, нас, украинцев, неважно, можно напугать ядерной уже какой-то дубинкой, когда ты понимаешь, что подожди, не закончил, можно напугать ядерной дубинкой, когда ты, какая тебе разница, от чего ты умрешь, от попадания ракеты в дом, от какого-то снаряда, или от ядерной бомбы, я думаю, разницы нет, и люди уже, думаю, ничего не боятся, никакую ядерную дубинку, и так далее, и тому подобное, поэтому это все бред, они только могут блефовать своим ядерным говном, и ничего они не сделают, они понимают, правильно, что я знал, если они стрельнут ядерным, даже, из танка ядерным зарядом, даже не ядерной, тактическим каким-то, то они же понимают, что союзники быстренько в течение пару месяцев передадут в Украине такое же самое оружие, и им будет жопа, поэтому никогда в жизни они не стреляют, никаким ядерным оружием, ни тактическим, никаким любым другим. Можно вопрос тебе? Запорожская область это степь? Что, что? Я плохо слышу. Запорожская область это степь? Это что? Запорожская область? Нет. Степь, 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 степь. Степь. Чего это степь? Нет, нет, нет. Нет, ну просто, ребят, я просто очень много слушаю военных экспертов, все говорят, я не сказал, что никто не выезжает. На Запорожье, потому что там степь и именно тигры, ой, эти, леопарды, простите, они смогут себя эффективно применить именно в Запорожье, потому что там степи. Я не знаю, я не знаю, не оттуда. В Запорожье или в области? Я не буду ничего тебе утверждать лично от себя, я не буду никого в лживые, не лживые, а в обманные, короче, чтобы люди думали неправильно. Я там не эксперт, я ничего не утверждаю. Я не знаю. Он неправильно задает вопрос. Он говорит, вопрос за область и за Запорожье. Если они здесь выйдут, они будут более, как бы, открыты для того, чтобы... Посмотрите, если даже ядерка будет, да? Вот если ядерка произойдет, кто-то выживет в этой ядерке. Русские, американцы, кто угодно, кто-нибудь выживет. Даже если я выживу... Да не будет никакой ядерной войны. Смотри, я хочу сказать... Они не понимают, что ответка будет. Послушай, послушай, я хочу сказать, если при ядерке я выживу, вот я лично выживу, я пойду специально на Россию... Я вот там буду и буду всех жжать там. Всем голову откусать. Нет, это трошь какой-то. На этом, я думаю, можно эфир заканчивать. Человек, наверное, пошел отдыхать. Я ему... Там, Алена просила, чтобы я ему что-то передал. Я помню, я ему передам голосовым в личку ему. Ну да, ядерки больше опрос. От себя я тоже добавлю. Я это... Как говорится, ядерки боятся в лес. Можно... О, он вернулся. Нам повезло. Что, как перерывчик сходил? Провел, вернее. Неплохо. Все хорошо? Да, все прекрасно. Скажи мне, когда нам ждать хороших новостей? Я хочу, чтобы ты пообщался с людьми и хочу людей, и всех остальных. Просто... В плане... Что-что? Хороших новостей в плане чего? В плане всего. Ну, это же, не маха, да, если бы там будут говорить, если я чуть-чуть это в общее обозрение. Понятно. От себя я хочу добавить, ребята, не паникуйте, нечем им наступать 24 февраля. Максимум, что они могут сделать, это какими-то там группами где-то что-то прорваться, только потому, что мы сейчас держим оборону и ждем контрнаступления. Вспомните затишье перед Харьковской областью, перед Херсоном, но перед Херсоном уже не было, вот конкретно перед Харьковской областью, когда ее освобождали, было конкретное затишье, у многих даже упал боевой дух, что вот, все, мы никуда ничего не проходим, и тут на, как поскакали как будто гусары на лошадях с саблями и всех оттуда разогнали. Сразу всех поднялся боевой дух и казалось, что просто сейчас на такой эйфории освободят всю Украину. Сейчас происходит ровно то же самое. Когда они наступали в начале 24 февраля, у них были, еще раз повторюсь, реально обученные солдаты спецназа, которые много лет тратили на них деньги, на летчиков, на всех остальных, на технику, где Министерство обороны России потратило очень много миллиардов долларов, вместо того, чтобы, и они так все это просрали, вместо того, чтобы построить в России дома, дороги и все остальное. Почему я говорю, могли построить на эти деньги? Потому что они, да, могли это построить вместо того, чтобы, не знаю, укокошить столько денег в трубу. И никто из России, никого из России это не волнует. Они сидят, как зомби, поддерживают, у вас же нацисты, у вас же НАТО, ваш президент наркоман, ваш президент то, у вас это, у вас это, все подобное. Никто не задает себе вопросом, почему все надо было и зачем, почему не потратили эти деньги на что-то хорошее. Люди до сих пор продолжают жить. В Украине такого нету. Я объездил всю Украину. Есть деревянные домики, но не бараки, где немцы когда-то жили после Второй мировой войны, двух- и трехэтажный бараки, где люди живут до сих пор в таких условиях. И кто-то мне скажет, что у вас в Украине лучше. В плане вот этих домов точно лучше. Дороги, да, не лучше. В некоторых местах лучше. Но мы ни на кого не нападали, и мы вынуждены защищаемся. И все эти деньги, которые потрачены тоже на войну, они лучше бы были потрачены на другие цели. Это вынужденная мера. Их почему-то волнует россиян, что мы теперь должники, и мы должны Западу деньги отдавать. Так что теперь пойти снять трусы, стать раком, извиняюсь за выражение, и сдаться? Люди готовы платить все, что угодно делать, только чтобы сюда не пришел этот русский мир и этот русский агрессор. Поэтому люди готовы на это. И они не о том волнуются. Их волнует, что Украина будет деньги отдавать. Их не волнует о том, что Россия потратила столько бабла, ни во что и никуда. Вот это их волнует, что Украина будет отдавать эти деньги. А действительно, ну ты красавчик, ну все знают, что ты красавчик. Еще не с этого. Максим, я извиняюсь, я тебя перебью. Я хотела лично сказать молодому, Максим, ну ты девушке место, ну что ж такое-то. Вы все красавчики. Давайте одну минуточку. 30 секунд. Максим, спасибо. Максим, спасибо. Молодой человек, который сегодня с нами в эфире. Спасибо вам большое. И Одесситу, и вам. И вам огромное спасибо за то, что вы там, и вы держите оборону, и ну вы просто молодцы. Мы за вас болеем, у нас болит душа, мы поддерживаем вас как можем, материально, морально. Мы болеем за всю Украину, и мы хвилюемся, и мы знаем, что Украина на нас есть. Слава Украине, героям славы. Вы герои наши. Вы наши герои. И вот эти люди, что девушка у тебя спрашивала, дай Бог вам житя в виду. Что девушка спрашивала у вас как ты относишься к тому, что они вы пока воюете, а они там где-то гуляют, так вот, благодаря вам эти люди могут спокойно жить, гулять и заниматься своими делами. И это все. Спасибо вам, и благодаря вам, и реальное вам уважение, и просто реально слава Украине, и вам, героям Украины, Слава Украине. Есть такой шагный клип Украина Эльзы, и там есть контраст, там, где едут вояки туда, и там, где дети катаются на качелях, на гойдалках, и где молодые люди сидят в кафе, и, ну, давайте мы не будем человека держать, вы хотите с ним поговорить, поговорить, задавайте ему вопросы, клипы мы будем обсуждать после того, как он уйдет. Спасибо за это. вопрос, когда он сказал, как поддержать, как возможно поддержать, я сказал, поддержите морально нас, ну, показывайте, что мы вам нужны. Я считаю, что это очень важно. чтобы они знали, что они нам нужны. Я не знаю, понятно я говорю или нет, но я его очень сильно понял. Я ничего не понял, что спросил, я, конечно, я думаю, что он тоже не понял. Ну, он хорошо правильно сказал, им нужна поддержка, не то, чтобы финансовая, не то, чтобы так вот, ну, чтобы в интернете писали всякое поню, а чтобы чувствовать, что Лена честно нужна. Вот эта поддержка, это очень важно. Такой поддержки в СОУ не было никогда в жизни. Просто каждый готов снимать перед ними шляпу. Как бы там россияне, пены своей не вырыгиваниями. которая сейчас на фронте, они очень сильно нужна. Я не знаю, как это сказать, я лучше замолчу. Потому что я не могу. Они считают, пизды надо дать россиянам, и все, все, она двинут все это нахрен, и потом разбираться будет. Пизды надо дать русским. И все, в этом наша сила. Ребята, от себя я говорю, что мы победим. И никакого 24 февраля конкретного еще вот этого в этом году не будет. Просто нечем. У них нету шансов вообще победить. Просто никаких. Все, что они могут делать, это обстреливать инфраструктуру, и больше ничего. Но нечем у них не нападать. Даже если не людей наберут, с граблями, с лопатами их не пошлют. А даже если пошлют, то они ничего не сделают. Поэтому без паники никакого наступления не будет. И я уверен, на тысячу процентов, не на сто, а на тысячу сто. Ты прям, как горячо есть, говоришь. Что будет младен. Там сильный противник, там сильный противник, там очень много людей. Очень много, очень сильно, очень много людей. Я уже перечислил факты, блядь. Ни одна страна мира запоминает. Еще не победила ни одна страна мира против всего мира. Раз. У кого мотивация больше? Эти чмобики, они все сюда идут за деньги или кого-то там на улице зацепили, как он сегодня нам рассказывал, и напугали какой-то тюрьмой или еще каким-то уголовным делом. Два. Вот такие люди пришли сюда воевать за деньги и кого-то там насильно сюда запихнули. У них что, есть мотивация? Они все понимают, что они на чужой стороне, у них нет мотива. Мотивация и боевой дух это очень важно во время боевых действий и так далее. Короче, ребята, поддерживаем. И думаю, все тут в этом чате, которые сейчас нас слушали, они тоже поддерживают очень сильно. Дай Бог нашим хлопцям вернутись додому. Это важнейшее. И чтобы закинчилось все нашим миром украинским. Это да, самое главное. Вот. Ну, одессит, ты знаешь... Не так, как ты говоришь, поэтому я хочу тебе сейчас отвечать. Я хочу, чтобы люди поговорили с человеком, который нашел непростое время для себя, вместо того, чтобы отдыхать, они так спят там непонятно как. Он пришел потратить на вас свое время, а вы его тратите впустую. Поэтому, пожалуйста, общайтесь с человеком, задавайте ему вопрос, либо отпустите его спать. Обращение, не всем. Кто хочет быть первым, пожалуйста. Никто не хочет быть... Он еще в чате, не? Я не хочу. Просто, просто, просто. Иди отдыхай, иди отдыхай, спи. Тебе еще воевать. Успокойся. Луна, берези себе. Иди, иди, иди отдыхай спать. Я очень сильно горжусь. Очень хороший человек. Действительно, если человек отвечает в маски. Очень красиво, очень хорошее друзья. Я вам всем горжусь. Вы молодцы. Лайк и подписка. По-любому. По-польчик. Всем хлопцям порят привит. Великий. Очень грамотно. Очень красиво. Все красавчики. Так что, ребята, еще раз, без паники, все будет Украина. Все будет хорошо, у них нет шансов. На этом я эфир заканчиваю. Всем спасибо. Ты, как всегда, прекрасен и великолепен. Особенно кепи и рубашка. Обнял, приподнял. Так и есть. Но нет, мы будем воевать. Кто-то сошел с ума. Где-то эта война. Что-то это не так. Где-то у нас бардан. Кто-то сошел с ума. Где-то это война. Что-то это не так. Где-то у нас бардак. Все плохо. Это очевидно. Что происходит? Что мы творим? Я сейчас скажу тебе честно. Мы так не хотим. Мы немного вещей непонятны. Нужно подумать и понять жизнь не черная и белая. Но войну нужно осуждать. Войну нужно осуждать. Кто-то сошел с ума. Где-то эта война. Что-то это не так. Где-то у нас бардан. Кто-то сошел с ума. Где-то эта война. Что-то это не так. Где-то у нас бардан. это не так. Что-то это не так. это Возьмите aser